Это Анастасия Мазур и Вячеслав Цамбалюк. Мы вещаем на русском языке. Ведущие украинские медиагруппы и мультимедийная платформа «Инавещание Украины» при поддержке президента Украины Владимира Зеленского, Министерства культуры и информационной политики, создали совместный проект «Фридом» для телеканала «Юэй». В прямом эфире для вас работает команда и ведущие «СЛМ новостей». Наш первый эфирный час. Мы традиционно начинаем с новостей Украины и мира. Около трех часов ночи российская армия обстреляла ракетами «Харьков». Прилетела в Слободской район, в здании одного из учебных заведений. На месте возник пожар. О пострадавших информации пока нет, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Следующий мощный взрыв прогример через час. Подробности обстрела также выясняются. Ночью российские солдаты также из ракетных систем залпового огня обстреляли Никополь. Армия дронов с начала полномасштабного вторжения. Украинские защитники уничтожили более 700 ударных беспилотников россиян. А именно с их помощью Российская Федерация пытается охотиться на быстрые и маневренные американские «Хаймерс», которые доставляют им немало проблем. Но в условиях постоянных санкций производить новые дроны России все сложнее. Поэтому Москва пробует договориться о покупке современных беспилотных аппаратов с Тегераном. Готов ли Иран экспортировать вооружение и как повлияет это на течение боевых действий в Украине, разбирался Алексей Кобзарь. Станут ли иранские дроны на вооружении россиян? О чем договорился Путин? Не так много факторов могут сдержать Тегеран от передачи дронов Кремлю. Изменит ли это ход войны? И чем ответит Украина? Оборудованы инфракрасными камерами и тепловизорами. Мы проанализировали возможности Украины и увидели, как готовят пилотов для украинской армии дронов. Даже самый маленький, самый детский дрон можно применять для поддержки нашей армии. А также узнали, как обычные бытовые коптеры становятся не менее грозными, чем байрактары. Происходит сбрасывание полезного груза дальше второго, третьего и четвертого. Наш эксклюзив программы. На протяжении последних нескольких недель у россиян знатно подгораем. Украинские защитники умело уничтожают их склады с боекомплектами. Уже ликвидировано более трех десятков. И это значительно усложняет положение Кремля на поле боя. Все это стало возможным благодаря американским системам Хаймерс, которые стали на вооружение украинской армии. И потому оккупанты решили организовать на них настоящую охоту. Уничтожить установку проблематично. Она быстрая и мобильная. Единственное, что россияне могли бы использовать против нее, это ударные беспилотники. На вооружении России есть беспилотник Орлан-10. Это наиболее массовый БПЛА в российской армии. Их там много сотен. Но и потеряла Россия во время этой войны немало. Кроме Орланов, на вооружении у захватчиков есть ударные беспилотники Орион и Форпост. Но оба типа оказались уязвимыми к украинской обороне. По официальной информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения более 700 таких БПЛА были уничтожены. В условиях постоянных санкций производить новые дроны России все труднее. А потому нередко можно встретить вот такие передовые разработки инженеров из Колково. Вот это блок съемки камер, которым Орлан фиксирует позиции наших войск. Типа made in Russia. Но на самом деле это тупо фотоаппарат. Это серьезно, не фейк. Вот написано топливо, зажигание. Тут вы видите просто крышку от пластиковой бутылки. А потому оккупанты ищут возможности пополнить свой арсенал дронов за счет иностранных договоренностей. Байрактаров им точно не видать. Об этом уже заявили турецкие производители. Но похоже Москва хочет заполучить современные дроны в Иране. Очевидно, речь идет про ударно-разведывательные беспилотники Шахет, которые уже воевали в Сирии и Ираке. Вот две модели таких шахедов на спутниковых снимках, опубликованных американцами. Беспилотники замечены на иранском аэродроме Кашан. И именно его с начала лета уже дважды посещала российская делегация. А теперь уже в Иран прилетел и сам Путин. По информации американцев, Россия может договариваться о покупке у Ирана нескольких сотен разных беспилотников. Иран хочет быть как США, Израиль, Китай или Турция. Он хочет иметь возможность экспортировать свои дроны партнерам, выйти на мировой рынок. В США уже пригрозили санкциями. Но на Иран, который и без того 40 лет живет под ними, это может не подействовать. И судя по заявлениям командования сухопутных войск страны, над вопросом о поставке дрона в России уже всерьез задумались. Иран готов экспортировать военную технику на вооружение дружественных стран. Но в таком случае какие именно беспилотники может получить Россия? Шахет 129 – одна из двух моделей, которые американцы заметили на аэродроме Кашан. Дрон считается одной из самых опасных разработок Ирана. Он может использоваться как для собирания разведданных, так и для нанесения ударов. Скорость Шахета достигает 150 км в час. Он оснащен спутниковой системой наведения и может нести 4 умных бомбы дальностью действия 6 км. Улучшенные характеристики у его старшей модели Шахет 191. Он шустрее и на себе может нести уже противотанковые ракеты. Но если Тегеран все же решится и Кремль получит такие беспилотники, как это повлияет на течение боевых действий в Украине? Если говорить о том, что противник имел 5 снарядов, а теперь будет иметь 6 снарядов, то, безусловно, ситуация ухудшится. Вероятность нанесения большего количества ударов возрастает. Ситуация ухудшится, но перелома в ходе войны не произойдет. Ведь и украинские военные уже имеют опыт борьбы против беспилотников, распространенную систему радиоэлектронной борьбы и в дополнение целую армию дронов, чего только турецкий Байрактар стоит. Он и заставил оккупантов пойти на шаг доброй воли подальше с острова Змеиный и помог отправить на дно флагман российского флота крейсер Москву и уничтожил не один вражеский танк. Помимо этого, Штаты передали Украине дроны-камикадзе Switchblade. Несмотря на небольшие размеры, они несут на себе боеголовки, способные уничтожать бронетехнику и живую силу противника. И эти малышки по характеристикам тоже превосходят некоторые иранские дроны. Иранские дроны, если их сравнивать со Switchblade, они имеют значительно меньшую дальность действия, до 25 километров. У них короткий режим эксплуатации, это одноразовая модель. В рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине дроны Phoenix Ghost, направленные на противовоздушную оборону противника. Это задание они выполняли в Нагорном Карабахе. А также американцы дискутируют о поставках более серьезных БПЛА. Речь идет о беспилотнике Gray Eagle. Он больше по размеру, чем Bayraktar, может нести больше полезной нагрузки и остается менее уязвимым к РЭП противника. Но пока передача этих дронов стоит на паузе. В США опасаются, что россияне могут их сбить и в итоге завладеть технологиями. Но более распространенными на фронте сегодня являются не ударные военные беспилотники, а обычные бытовые квадрокоптеры. Эта война называется войной дронов и гаубиц. У кого дроны и гаубицы будут лучше работать, тот эту войну и выиграет. Даже самый маленький, самый детский дрон можно использовать для поддержки нашей армии, нашей арты. Потому в Украине активно подключаются к расширению возможностей армии дронов. Беспилотников не хватает, поэтому для укомплектации этой армии собирают деньги и покупают дроны по всему миру. Нам необходимы дроны-разведчики, профессиональные военные дроны. Наша первая цель – 200 таких дронов. Мы уже заключаем контракт на 25 именно таких дронов. Мы нуждаемся также в обычных цивильных дронах. Мы их покупаем. Буквально на днях подписали контракт на 60 таких дронов. На передовой, говорит командир подразделения аэроразведки Дмитрий Подворчанский, дроны очень нужны. Технологии появляются на войне, потому что это возможность сохранить человеческие жизни. Дрон должен быть в каждом взводе, даже не в роте. Должен быть один дрон, два или три, и все должны уметь с ним работать. Дмитрий еще в 2014 году стал аэроразведчиком на Донбассе. Почти всему учился уже на поле боя. Сейчас же в Украине пилотов для дронов готовят на профессиональном уровне. Чтобы научиться умело управлять такой птичкой, так, чтобы она успешно выполняла боевые задания, необходимо учиться около недели. Ну и, конечно, беспрерывная практика. Будущих бойцов армии дронов готовят в специализированных школах. Это одна из них. Сегодня здесь выпускной экзамен. В условиях, максимально приближенных к боевым, каждая группа должна выполнить свое задание. Задача найти заправку, ГСМ и цистерную с топливом. С задачей справились. Данные в онлайн-режиме передаем в штаб, принимают решения и дают нам дальнейшие указания. С начала полномасштабного вторжения здесь уже подготовили полтысячи профессиональных пилотов. К нам приходят ребята, которые начинают с нуля. Они еще совсем не знакомы с дронами. За пять дней они обучаются летать, понимать, что делать, как проводить разведку, на что обращать внимание и как себя вести во время радиоэлектронной борьбы по дрону. Будущие пилоты – это уже кадровые военные, которых командировали на обучении, или же новобранцы, которые недавно мобилизовались. После выпуска все они отправятся на фронт, помогать в противостоянии противнику. Сейчас очень много заданий на передовой первоочередной – это корректировка артиллерии. Если раньше нам необходимо было ползти на пузе и рисковать жизнью как корректировщиком, то сейчас достаточно поднять дрон в небо, и мы можем скорректировать огонь, не рискуя жизнью. Помогают и украинские изобретатели. Так выглядит нам серийный дрон «Бандерек». Большинство деталей печатают на 3D-принтерах, говорит Максим. Кроме разведывательных дронов, он делает из обычных птичек ударные. Сверху находится фотоэлемент этой системы. Когда на коптере включается фонарик, вот так срабатывает система и сбрасывает снаряд. Все так просто. Такой маленький коптер может переносить два боеприпаса. А вот этому побольше под силу уже и четыре. Происходит сброс первой полезной нагрузки, дальше второй, третий и четвертый. Технологии не стоят на месте. И благодаря в том числе и украинским умельцам, армейцы против российского вооружения прошлого используют разработки современности. А это закрепляет веру в украинскую победу. Большие и маленькие, ударные и бытовые. Украинские армейцы умело используют и те, и другие. И это во многом дает преимущество. Армия дронов уже качественно меняет ситуацию на фронте. Потому что беспилотники – это не только глаза бойцов, а иногда и дополнительные руки. Алексей Кобзарь специально для телемарафона «Фридом» на канале Юэй. И военную тему продолжим с нашим первым гостем Иваном Киричевским, военным экспертом «Дефенс-экспресс». Иван, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Иван, спасибо, что в столь раннее время нашли время к нам присоединиться. И первый вопрос, собственно, хотелось бы узнать о Донецком направлении, ситуации там. Понятно, что это уже не такие активные действия, которые были там месяц назад. Но, тем не менее, там, очевидно, происходит какая-то оппозиционная война. То есть какие-то обмены ударами и так далее. То есть Россия, она остановилась вроде бы как, но, тем не менее, пытается, очевидно, что-то готовит. Но, к сожалению, сейчас мы не можем говорить, что армия РФ, ну и сопутствующие части остановились на Донецком направлении. Конечно, с одной стороны, не существенно сократили фронт своих действий, потому что часть сил сейчас перебрасывается на Херсонское направление. С другой стороны, некий, назовем это так, наступательный импульс в направлении Бахмута сохраняется. К сожалению, российские ЧВКшники, так называемого ЧВК Вагнера, смогли взять позиции в районе Оглегорской ТЭС. И здесь, как бы, ну, то, что называется, улучшить свои тактические позиции. И они дали демонстрировать свои намерения попытаться, как минимум, подрезать некоторые наши логистические пути в районе Бахмута. И, собственно, пытаться наступать в направлении самого Бахмута. Кроме того, был же вчера эпизод с ударом по железнодорожному вокзалу города Покровский. Это указывает то, что, скажем так, Россия, что на данном этапе Россия не приняла для себя стратегическое решение окончательно отказаться от цели захватить весь Донбасс. Что они ставят, как бы, эту задачу на некоторую такую паузу, потому что у них сейчас там буквально горит на Херсонском направлении. Ну, а когда, скажем так, судя по замыслу российского генерального штаба, который не отличается особо рациональностью, мол, когда они там вот убьют наше контрнаступление или, как минимум, вытормозят на Херсонском направлении, то значит продолжат бои на Донбассе с новой интенсивностью и с тех позиций, которые уже захвачены. Поэтому там, к сожалению, сейчас слишком рано говорить, что все перешло в позиционную фазу. Вот вы упомянули об облигорской ТЭС, еще в начале недели власти, так называемых ЛНР, заявляли о том, что они уже ее захватили, что она под их контролем. Но я так понимаю, что максимум это какие-то только позиции возле нее, им подконтрольный. Ну, с одной стороны, вагнеровцы там отличились, как бы, знаете, отсняли себя на проходной, что вот смотрите, мы уже захватили. С другой стороны, в самом деле, бои именно в этом районе не отличаются такой достаточно высокой интенсивностью. Но стороны, буквально, участники его, буквально, в смысле, могут откатываться пару километров туда-назад буквально в течение дня. Ну, вот буквально там два дня был приблизительно такой пример. Ну, как раз именно тогда, когда они впервые, там, как бы, с некоторым пруфом заявили, что они взяли улегорскую тест. Что вот там по состоянию на 18.00 вечера предыдущего дня было зафиксировано, что русские уже закрепляются в районе улегорского водохранилища. А уже на 6 утра следующего дня было, например, сообщение, что там российская армейская авиация нанесла удар, с чего следовало, что россиян оттуда отбросили, потому что мы, как бы, бить по-своему это у них, к сожалению, еще не настолько широкая практика, как бы нам бы хотелось. Поэтому, ну, поэтому как раз именно там, в районе улегорской тесты бои отличаются своим, там, динамизмом. Какой-то четкой закрепленной линии фронта нет, и поэтому это означает, что, как бы, и россияне там имеют потенциал для развития своего успеха, и, с другой стороны, у наших войск, там, очевидно, есть свой потенциал, чтобы выбить их назад при некотором, там, знаете, благоприятном стечении обстоятельств. Тем более, что раз даже на Донецком направлении уже фиксируются, там, отдельные случаи, когда нашим войскам удается отбить отдельное село, сам факт того, что дается что-то отбивать, уже, как бы, указывает нам некоторые оптимистические тенденции. Иван, вот понятно, что Херсонское направление сейчас у всех на устах, внимание приковано именно туда. Антоновский мост поврежден, россияне там уже пытаются какие-то понтонные переправы строить, при этом Украина постоянно бьет в тыл оккупационных войск. Возможно ли такой сценарий, что российские войска отступят от Херсонска, из Херсонской области? Ну, скажем так, все действия вооруженных сил именно на этом направлении, как раз направлены на то, чтобы заставить российские войска, там, выдавить их и заставить отступить их оттуда. Тем более, что, как бы, это было прокоммуницировано, что эти все, как там, разящие удары понтону с Кума-Мостой и сопутствующим транспортным коммуникациям, это предупреждение противнику, что ему есть еще время оттуда убраться, но пока еще какие-то остатки коммуникации целы. Судя, конечно, по всему, россияне, как бы, такому намеку прослушиваться явно не собираются, они как раз наоборот, принимать все усилия для того, чтобы там закрепиться, в буквальном смысле и понтоны там подтягивают, даже какие-то речные теплоходы воруют, чтобы переправляться в районе Антоновского моста. Поэтому, скажем так, даже более того, фиксируется переброска подкреплений на это направление. Поэтому, скажем так, возможно, даже первоначальный замысел вооруженных сил Украины, именно выдавить оттуда противника, он будет подкорректирован в сторону того, чтобы сначала полностью и окончательно изолировать театр боевых действий так, чтобы, знаете, в буквальном смысле у русских даже не было краденных теплоходов, чтобы переправляться на оба берега реки Днепр. Ну а потом уже как-то, вот это сладкое слово для многих наших соотечественников, взять российские войска там в окружении, в котел, кому как угодно. То есть, вот сначала такое максимальное истощение противника, осада, и потом возможен штурм. Или украинские войска нету такого плана переходить в штурмовые действия? Ну, смотря в каком месте именно штурм. Потому что, если говорить о таком теоретическом ракурсе, чтобы взять какой-то населенный пункт или взять какую-то позицию, ее нужно штурмовать. Просто так вот сидеть, забрасывать ракетами или снарядами, позициями, ожидая, что русские как-то сами уйдут. Но оно, мне говорят, не всегда так работает. Другое дело, будет ли штурм напрямую Херсона. Потому что, как бы, ну, наша армия, она избегает того, чтобы штурмовать в лоб какие-то вражеские укрепления. Особенно избегать того, чтобы вести какие-то активные штурмовые действия как раз в населенных пунктах. Потому что это может привести к высоким потерям среди наших войск, но вообще-то к высоким сопутствующим потерям среди мирного населения. Оба этих два варианта, она, как бы, ну, как минимум нежелательна для Украины. Поэтому здесь почему и пошла ставка, чтобы, знаете, не направлять какой-то там концентрированный удар именно в сторону Херсона, как областного центра. Потому что, как бы, понятно, что если отбить Херсон какой-то там достижимый строк, это уже морально обвалит оккупантов. Именно поэтому пошла ставка на то, чтобы обрезать транспортные коммуникации, уничтожать всевозможные склады боеприпасов, уничтожать всевозможные там пункты управления войсками, как раз для того, чтобы противника где-то парализовать. И, знаете, если там уже вести боевые действия, то как можно дальше до городской застройки. Да, Иван, вот, кстати, вот эта тактика, очевидно, она применима и для Энергодара, потому что, ну, в силу того, что там находится атомная электростанция, то есть, и вот, кстати, этой ночью, если не ошибаюсь, тоже были какие-то удары именно по местным там какие-то складам боекомплекта, да. То есть, вот тоже там, видимо, с максимальной осторожностью и такой точностью, да, работают, чтобы вот как раз не дошло дело до штурма, как такового, а именно, чтобы ослабленные и обессиленные войска российской армии отошли. Ну, судя по всему, там, в принципе, взят курс на то, чтобы вот, если есть какие-то там российские подразделения или там их важные объекты вне периметра Запорожской АЭС, чтобы как раз такими дистанционными ударами, ну, например, дронами Камикадзе, чтобы их там максимально уничтожить, потому что, ну, все-таки, к счастью, они не все свои там склады боеприпасов и войска могут разместить на территории АЭС, но и вооруженные силы Украины сейчас этим обстоятельством активно пользуются, потому что, ну, Женевская конвенция, она как бы прямо запрещает вести боевые действия на территории атомных объектов. Ну, и то, что армия РФ этот пункт нарушила, не означает, что вооруженные силы Украины имеют право этот пункт нарушать. Иван, ну, перенесемся в Харьков, точнее, Харьковскую область. То есть там, тем не менее, есть такая угроза, вот, в частности, глава военной администрации Харьковской области Алексей Негубов заявил, что есть угроза вторжения российских войск на подход именно к Харькову, то есть на выход на тех рубежей, которые они занимали там несколько месяцев назад до отхода весной. Есть ли силы и резервы в российской армии, учитывая, что сейчас важное направление Донецке, Южная, Херсонска, то есть есть ли еще силы наступать на Харьков? Ну, с одной стороны, есть данные, что там в районе Белгорода, как раз по направлению Харькову, стоит такая от себе резервная 144-я мотострелковая дивизия армии РФ. Ну, дивизия-то порядка там 6-8-10 тысяч человек, там уже, ну, как бы, здесь просто разброс между, сколько должна быть человек в штате, ну, сколько сейчас армия РФ может набрать по факту, потому что эта дивизия, она была неплохо так потрепана в боях, и просто сейчас прошло какое-то восстановление боеспособности, и там буквально на этом направлении нависает. С другой стороны, чтобы угрожать Харькову, знаете, как минимум продвижением назад на некоторые позиции, хотя бы частично, которые там были в феврале, там стоит еще в районе Изюма группировка войск, но есть один важный нюанс. Как раз из Изюма, в том числе сейчас, россияне снимают войска, чтобы вытормаживать наше контрнаступление на Херсонском направлении. Здесь, конечно, возникает хороший вопрос, почему глава Харьковской войси Негубов решил заявить, что российские войска могут буквально вернуться на, знаете, скажите, на окрестности Харькова, как это было в феврале 2022 года, хотя ДЭТО он тоже был в числе тех, кто говорили, что возвращение российских войск под Харьков уже невозможно, но оно невозможно по объективным причинам, потому что, если армия РФ в лучшем своем состоянии, а она как раз в феврале, марте 2022 года была в лучшем за всю свою историю состоянии, не смогла тогда взять Харьков, то сейчас она это тоже не сможет делать. Так вот, почему Синегубов это заявил? Ну, возможно, у него здесь как-то, знаете, невоенная логика, что, скажем так, простимулировать жителей там у крестных районов Харькова все-таки покидать потенциально опасный район и все-таки перемещаться куда-то вглубь страны, там, где, ну, менее опасно. Наверное, здесь в этом было заявление. Ну и похожая, наверное, история была с вчерашним заявлением главы Черниговского Чауса, который заявил там, что, мол, есть прям признаки наступления сухопутного с территории Беларуси, хотя, как бы, ну, боеспособных подразделений что в белорусской, что в российской армии на этом направлении тоже нет. Кстати, да, вот эта информация о том, что, возможно, наступление со стороны Беларуси, очередная информация об очередном наступлении, якобы, она как-то так вызвала некий ажиотаж в обществе украинском, люди это обсуждают активно, некоторые даже там, своего рода, паникуют. Что можем об этом сказать? Как сейчас ситуация на границе? Здесь можно как раз установить некую хронологию событий, которая нам, знаете, с одной стороны, которая создала некоторый ажиотаж этой теме, с другой стороны, которая как бы позволяет утверждать, что наступлений все-таки не будет. Но приблизительно в конце мая, в начале июня Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что армия РФ имеет план и уже воплощает ее в жизнь по созданию так называемого третьего армейского корпуса, который должен насчитывать приблизительно 15 тысяч человек, должен быть там операционной готовностью как раз в середине августа. И цель этого армейского корпуса как раз, знаете, вернуться в Беларусь и совершить новую попытку наступления с территории Беларуси на Киев. Там это сообщение отличалось некоторой сложностью, потому что сложность заключалась в том, что там была поправка. У россиян этот план с армейским корпусом рассчитан на то, что они берут наши войска на Донбассе в кольцо, то, что там по плану российскому, что у нас там мы теряем резервы, которые можно там перебрасывать на другие наступления. У россиян, в свою очередь, резервы высвобождаются и в таком вот случае там вот срабатывает этот план с третьим армейским корпусом, который должен идти на Киев. Как видите, слишком много таких вот если-если, слишком много таких вот сложных параметров. И просто вот, допустим, прошло два месяца и у россиян проваливается план и по формированию этого армейского корпуса, и по формированию так называемых добровольческих батальонов, которые должен был выставить каждый из регионов Российской Федерации. Поэтому, понимаете, как-то эти все вещи, но в том числе и Гуру Моу как-то в своей публичной коммуникации не объяснила. Поэтому и так вот получается, что вот так вот любое заявление где звучат два слова войска и Беларусь вызывать такой же там ажиотаж, ожидание, что все буквально там завтра попрут, хотя раз уже на то пошло. Россияне даже на белорусском направлении умудрились адаптировать зенитные ракеты к комплексу С-300 для стрельбы по наземным целям. И, к сожалению, это у них получилось настолько эффективно, что, знаете, они могут достичь всех своих задач безназемного вторжения. Они этими ракетами могут добывать к поселку Деснак, к железнодорожному узлу Коростыни. Это, знаете, как раз сразу исковать как-то подготовку наших резервов и усложнить доставку западного вооружения. И это, получается, вместо того, чтобы пригнать какую-то там рду в 10-15 тысяч штыков, просто отстрелять несколько ракет. Ну, понимаете, да, как-то, к сожалению, они нашли очень эффективный способ воздействия. Поэтому, с одной стороны, и возникает этот момент с ракетным обстрелом, а с другой стороны, ну, вот, к наземному наступлению там явно никто не готовится, потому что, ну, понимаете, то, что тоже еще не было объяснено, что там, вот, было там сообщение о таком, знаете, сложном комплексе, там, учение по мобилизационной подготовке военных комиссариатов. Понимаете, если переводить это простыми словами, белорусская военная машина учится призывать призывников через военкоматы. Понимаете, в чем абсурд, да? И это как раз то государство, в котором там отдельные люди нас пугали последние несколько недель. Иван, хотелось бы, чтобы вы еще прокомментировали вот последнее заявление Лаврова о якобы расширении боевых задач, расширении вот этих вот целей войны с Украиной. Это ведь не просто так? Что имеет в виду господин Лавров и на кого ориентирована эта информация? Скорее всего, это заявление было сделано исключительно для внутренней аудитории в развитии этого заявления Путина, что мы еще воевать даже не начинали. Хотя есть одна проблема, что, выражаясь даже их языком, расширять географию так называемой спецоперации, у них уже нет ресурсов. Потому что, понимаете, одно дело, когда не начинали вторжение в Украину, у них была целая, буквально укомплектованная элитная первая танковая армия, которая как раз пыталась наступать на Киев через Суму и Полтавскую область. А другое дело, когда у них считается такой сверхмощный резерв последней надежды, это потрепанная мотострелковая дивизия. Но при таком соотношении резервов, говорить о расширении зоны боевых действий или о переносе боевых действий в другие регионы Украины, говорить не приходится. Но есть еще такой момент, что часть нашей аудитории к сожалению до сих пор восприимчива к заявлениям разного рода российских функционеров, поэтому здесь это заявление направлено и для воздействия на украинскую аудиторию. В плане реальных военных усилий перенести боевые действия на какие-то другие регионы, в том числе угрожать высадкой, например, десантом на Одессу, но россияне уже не могут. В буквальном смысле посадить морскую пехоту и на корабли попробовать выйти к Одессе. А просто угрожать в медийном плане, но они это будут делать и дальше. Есть такая концепция, что якобы Кремль сейчас хочет заставить Украину склонить переговоры и все такое. Такие заявления о расширении географии войны, они тоже могут быть направлены на это. Давайте сейчас вы согласитесь на наши условия, иначе мы вам такое покажем, хотя там уже показывать нечего. Спасибо большое вам, Иван. Иван Киричевский, эксперт Дефенс Экспресс, был с нами на связи. Спасибо, всего доброго. До свидания. Ну а мы продолжаем тему. Руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Исмаил Дамир в пятницу заявил, что его ведомство пока не рассматривает вопрос возможного сотрудничества с Россией по совместному производству беспилотников. Такое заявление Дамир сделал в интервью турецкого издания «Свобода». Далее цитата. «Ничего не могу сказать. Нет ничего, что поступало бы в нашу повестку дня и относительно чего началась бы работа. Этот процесс формируется в рамках политики Республики Турция. Мы будем работать над техническим аспектом вопроса». Генерального исполнительного комитета своей партии «Справедливость и развитие» якобы объявил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались производством турецких беспилотников «Байрактар». Ну, собственно, тему беспилотников мы продолжим с нашим следующим гостем Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил Вооруженных сил Украины. На связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Приветствую. Итак, Юрий, ну, первый, собственно, вопрос. Насколько возросла роль беспилотных летательных аппаратов для украинской армии по сравнению с периодом начала войны и теперь, когда, собственно, заработала высокоточная артиллерия, когда дроны разведки, в частности, стали очень-очень нужны? Ну, начнем с того, что с начала конфликта, то есть с 2014 года, беспилотники стали использоваться очень часто на территории, где происходили боевые действия. Ну, начиналось все с обычных дронов квадрокопов. Я прошу прощения, можно в студию звонить у меня в наушниках? Звук. Спасибо. Еще чаще волонтерские беспилотные летальные аппараты стали поступать на фронт, заработала наша промышленность. Мы начали тоже выпускать не один тип беспилотных летальных аппаратов, такие как «Фурия», «Лелека», «Скаэтон» и другие, они уже давно на вооружении нашей армии. Но, в частности, такие дроны, как «Байрактар», это дрон, беспилотный летательный аппарат или комплекс, можно сказать, оперативно-тактического действия, ударный. Поэтому это впервые применялся украинской армии уже в стадии нашей горячей войны, которая началась 24 февраля. Безусловно, мы изучали этот опыт на примере Карабахского конфликта и других, где Турция, где мы видели применение этих беспилотных летательных аппаратов. И на сегодняшний день наши подразделения уже вышли на тот уровень, что без авиационной поддержки беспилотного летательного аппарата нельзя себе представить современный бой, потому что беспилотник выполняет кучу полезных функций. Он может работать как обычная разведка, может работать как ударный летательный аппарат, может быть ретранслятором, может быть постановщиком помех радиоэлектронных. Поэтому на сегодняшний день их роль очень велика. У каждого беспилотника своя роль и обычные квадрокоптеры, которые чаще и чаще поступают на фронт, особенно от волонтеров, дают тоже ударными тронами, к ним приспосабливают специальные приспособления делают, чтобы они сбрасывали воги, гранаты и таким образом тоже кошмарили этих оккупантов в окопах. Ну а что касается беспилотников такого типа как Байрактар и других, в России тоже, кстати, есть ударные дроны, между ними и Орион, и Форпост у них считаются ударными. И, к сожалению, в России тоже развита вот эта вот линейка ударных летательных аппаратов, которые могут создавать нам проблемы в нашей обороне. Но каждый летательный аппарат, который, как бы он ни был беспилотный, это тоже является целью. Мы не раз сбивали их. Имеется в виду ударные дроны и дроны оперативно практического уровня, такие как Орлан-10, уже сбито около 700 нашими силами обороны. Поэтому будут турции поставлять, не будут поставлять, что бы ни было, мы все равно будем их отрабатывать. На сегодняшний день беспилотник это очень серьезное оружие. Это не просто БПЛА, который снимает сверху, это оружие, которое очень опасно, которое передает данные в реальном режиме времени артиллерия принимает решения молниеносно командные пункты, и это чьи-то жизни, это очень опасно, поэтому сбивать их нужно обязательно, и мы это успешно делаем на сегодняшний день. Юрий, учитывая ситуацию на нынешнем театре военных действий, какие дроны сейчас именно самые необходимые для украинской армии, то есть либо это ударные, либо это разведывательные, либо это дроны Камикадзе, которые в частности Соединенные Штаты будут передавать, то есть какие типы сейчас именно очень удачно сейчас как раз бы вписались и очень нужны? Любой БПЛА это очень нужный нам, скажем так, их всегда не хватает, скажем так. Те типы, которые вы озвучили, это ударные дроны Камикадзе, это практически барражирующий боеприпас, это вообще новый тип вооружения, это высокоточное оружие, они могут практически в форточку улетать или в люк там, нам бы очень пригодилось такое вооружение, но их нужно будет в очень большом количестве для того, чтобы поражать цели, поражать их массово, чтобы противник не мог сориентироваться, не смог укрыться, то есть одновременно наносить удары этими типами летательных аппаратов. Я скажу так, что и у нас украинские наши разработчики тоже имеют неплохие наработки, но понимаете, что процесс непростой и длительный для того, чтобы взять их на вооружение. Поэтому то, что нам поставляют партнеры сегодня, это боеприпасы БПЛА, по-моему, Switchblade и другие, которые могут существенно нам помочь. Что касается таких ударных летательных аппаратов, как Байрактар, которые могут выполнять очень крайне полезные функции. Мы видели видео, как Байрактаром были уничтожены ПВО противника, как были уничтожены другие цели, колонны с бензовозами. Байрактар принимал непосредственное участие в освобождении острова Змеины и именно с помощью беспилотного летательного аппарата было успешно применено авиацию, артиллерию на ведение на цель. Поэтому любые типы нам нужны. Дело в том, что мы должны все понимать, что это тоже цель и их становится меньше, потому что противник имеет довольно-таки насыщенную систему противовоздушной обороны на временно оккупированных территориях. Это ошелонированная система обороны, комплексы ТОР, ПАНСИ, которые чаще всего они заточены на борьбу с бесплодным милитальным аппаратом. Также есть комплексы С-300, 400, БУКИ, которые могут поражать эти цели. Первые месяцы в неделе войны противник не имел такого насыщения ПВО на временно оккупированных территориях и мы могли более успешно применять эти типы бесплодных летательных аппаратов. Сегодня же ситуация иная. Завезено сотни установок, которые находятся на временно оккупированных территориях. и поэтому нужно наши беспилотники все же более эффективно, более сдержанно использовать, но это не говорит о том, что их нельзя, не нужно использовать. Обязательно применять вооруженные. Да, Юрий, вот вы сказали, что украинские вооруженные силы уже уничтожили с начала полномасштабной войны, более 700 российских беспилотников. Мы видим, как Путин ездит, попрошайничает эти беспилотники в Иран и в Турцию. Можем ли мы говорить, что критически мало осталось в российской армии вот этих беспилотных летальных аппаратов? Могут ли они сами их производить сейчас в условиях санкций? Какая вообще у оккупационных войск ситуация с беспилотниками? Я скажу так, тема БПЛА, я сам не раз писал материалы, там в прессе были они опубликованы еще 15-й год, 16-й, именно по Орланам, потому что это самый распространенный тип БПЛА, который у них есть и который мы сбиваем. Ну, собственно, у них и другие типы, там Форпост, Горион и другие, там солянка сборная всего мира, я имею ввиду внутреннюю начинку этого беспилотника, там есть японские, канадские, американские, немецкие и другие запчасти, которые Россия не может производить сама, это говорит о электронном оборудовании, микросхеме, чипе, платы, которые Россия закупает у наших западных партнеров. Ну да, они там могут создать фюзеляж, пропеллер сделать, колесики привинтить бак из бутылки и так далее. Мы видели фотографии, что прям на Орлане прям фотоаппарат и тот японский, произведенный в Китае, стоит обычный, но дело даже не в том, что там фотокамера обычная, речь идет о его применении, о его оптико-электронной голове, скажем так, которая передает информацию и делает ряд полезных функций, поэтому уменьшать значимость и эффективность этого БПЛА мы не можем, он эффективен, они его применяют по всей территории Украины и на Западе. Недавно были сбиты два БПЛА в Волынской области, вот именно Орлана. Но скажу так, что это солянка всего мира, там собрано, и будем надеяться все же, что санкции, объявленные стране-террористы будут эффективно работать и Япония, и Соединенные Штаты в первую очередь должны контролировать выполнение этих санкций, чтобы Россия через третьи страны, через контрабанду не получала этих запчастей для производства своих БПЛА. Я так понимаю, что за эти пять месяцев полномасштабной войны Украина научилась сбивать российские беспилотники достаточно эффективно. Что нам нужно еще, чтобы максимально закрыть небо от оккупационных беспилотников, крылатых ракет, самолетов, истребителей? Безусловно, беспилотник это сложная цель для наших ПВО, потому что это маленькая радиолокационная цель, это маленькая точка, она едва заметна нашими радиолокационными средствами, но заметна. Мы ее видим. Другое дело сбить ее, не всегда это просто, применяется истребительная авиация, применяются и ракетные комплексы. Что нужно, все воздушные цели сбиваются средствами противовоздушной обороны, либо же истребительной авиации. Дело в том, что их нужно своевременно определить так, радиолокационно, и, собственно, уничтожить. как крылатые ракеты, которые нам применяют, как самолеты, которые движутся к нам, так же и БПЛА, это все воздушные цели. Нужна эффективная противовоздушная оборона, противоракетная оборона, что является одним и тем же, речь идет только о тактико-технических характеристиках радаров и ракет, которые могут поражать эти цели. Потому что мы знаем, что крылатые ракеты, ракеты баллистические, это крайне сложные цели, которые сбить 100% их невозможно, но все же, чем эффективнее у вас на вооружении средства ТВО, тем эффективнее они будут сбиваться. Поэтому мы все же ждем от наших партнеров того, что уже было оглашено в ЗМИ, это и немецкие ЗРК, и норвежские ЗРК, может быть, израильские и другие. Спасибо вам большое, Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил вооруженных сил Украины, был с нами на связи. Спасибо, до свидания. До свидания. Ну а мы продолжаем выпуск. Мировое сообщество осуждает пытки украинского военнопленного со стороны российского солдата. Мониторинговая миссия ООН по правам человека потрясена видео с кастрацией и убийством украинского пленного российским военным и призывает, цитирую, все стороны избегать пыток и убийств военнопленных. Старший советник Конгресса США Пол Массара отреагировал на видео с пытками, цитирую, кастрация, убийство, изнасилование, убийство детей, уничтожение городов, безграничное зло. Конец цитаты. Массара призывает администрацию Белого дома предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Атакамс, так же, как и современные боевые танки. По его мнению, это нужно, чтобы положить конец этому преступлению против человечества. После убийства российскими оккупантами военнопленных Еленовки украинское правительство выступило с заявлением представителей вооруженных сил Украины. Министерство обороны, службы безопасности Украины и омбудсмен требует, чтобы ООН и Международный комитет Красного Креста, выступившая гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию, где россияне держат украинских военных. Украинские ведомства считают взрыв циничным терактом России, классической операцией под фальшивым флагом, целью которой является сокрытие военных преступлений. Отмечается, что российская сторона нарушила ключевое условие, при котором украинские защитники согласились покинуть Азовсталь. Украинская власть считает, что российская сторона устроила в здании взрыв, переселив туда часть пленных незадолго до этого. В свою очередь Россия обвинила Украину в нанесении удара по колонии из американской ракетной системы Хаймарс. Должно быть четкое юридическое признание России государством спонсором терроризма. Я особенно обращаюсь к Соединенным Штатам Америки. Решение нужно, нужно сейчас. Россия доказала многочисленными террористическими атаками, что сегодня она является крупнейшим источником терроризма в мире. Это факт. Украинские дипломаты довели информацию о нападении России на Еленовку до самого высокого международного уровня. Об этом проинформирован Совет Безопасности ООН. Все участники международных отношений узнают, что произошло на самом деле. Россия не сможет никому лгать. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники частной военной компании Вагнера по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России. Дословно, взрывы в Еленовке, сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта, по имеющейся информации, он осуществлен руками наемников из состава ЧВК Вагнера по личной команде номинального владельца указанного ЧВК Евгения Пригожина. Организации совершения теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны Российской Федерации. По информации Главного управления разведки, взрывы устроили для утаивания фактов хищения средств, выделенных на содержание украинских пленных. 1 августа в колонию должна была прибыть комиссия из России для проверки расходования выделенных средств и условий содержания пленных. Однако, реальное состояние здания не отвечало требованиям, поэтому проблему устранили путем уничтожения помещения вместе с размещенными в нем украинцами. Второй целью теракта было повышение социальной напряженности вокруг Украины, учитывая общественный интерес к пленным героям Азовсталь. Ну, собственно, тему самого Пригожина мы продолжим еще дальше. За близкого от Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина вознаграждение предложил государственный департамент США. 10 миллионов долларов можно получить за информацию о местонахождении Пригожина. Об этом сообщают на сайте программы вознаграждения за помощь. Пригожина обвиняет во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году при помощи так называемой фабрики троллей. В апреле Евросоюз ввел санкции против бизнесмена за подрыв независимости Украины, оккупацию Крыма и дестабилизацию Восточной Украины. Пригожину запрещен въезд на территорию Евросоюза, его финансовые активы там заморожены. И тему про Евгения Пригожина мы дальше поговорим с нашим следующим гостем. Тимур Олевский, шеф-редактор новостей The Insider. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Насколько это возможно? Ну, да, оно по-разному для всех, действительно. Тимур, первый вопрос. Действительно, давайте немножко приоткроем персону самого Пригожина, которого там в прессе называют поваром Путина, но он настолько многогранная личность, то есть он занимается не только там кулинарными историями, да, а то есть там и ЧВК Вагнер, и строительный бизнес, у него медиахолдинг, та же самая фабрика троллей. То есть что вот о нем известно, кроме того, что он вор-рецидивист, который в 80-х там сидел за разбой, ограбление, то есть потом там был отпущен через там, по-моему, на 13 лет его должны были посадить, он вышел досрочно. Вот, то есть что о нем еще известно? Ну, смотрите, Пригожин человек особенный в России, там, то, что у него было в 80-е годы, это отдельная история. А то, что сейчас происходит, ну, во-первых, он получил Героя России, судя по всему, и Кребль ни разу не смог опровергнуть эту недавнюю информацию о секретном указе о награждении его ордена Героя России, о медали Ордена Героя России. И, в общем, понятно, почему, потому что, в отличие от Министерства обороны, Пригожин выстроил эффективную военную структуру, построенную чуть ли не по стандартам НАТО, потому что, по большому счету, нет никаких оснований сомневаться в том, что на передовой сейчас очень много ЧВК Вагнера, и они воюют в самых опасных для России местах. Они вербуют людей, которые... Они научно построили схему вербовки людей, которые готовы умирать. И, вот, например, мы недавно делали в инсайдере расследование, из которого стало понятно, что людей, которые отказываются воевать в Украине, охраняют ЧВК Вагнер. Я имею в виду солдат военных. Вербуют свои ряды и отправляют на передовую в самые горячие точки. Больше того, например, вот вчера стало известно, что ЧВК Вагнер... Ну, не то, что прямо стало известно вчера, об этом просто ярко заговорили, потому что национальные диаспоры Центральной Азии начали предупреждать своих граждан Узбекистана, Киргызстана, людей, которые работают в России на подсобных работах, типа, вот, там, уборка улиц и прочее-прочее. Таких очень много в России. Стали предупреждать, чтобы они не велись и не соглашались на объявление вступать в ЧВК Вагнер. ЧВК Вагнер активно вербует людей, которые приезжают на трудовые заработки в России. Сам по себе Пригожин человек любопытный. мы занимались расследованием того, как устроен его бизнес после того, как он убил журналистов в Африке. Среди них был мой друг Арханжемаль, человек, который ездил туда для того, чтобы снять фильм. Первый тогда еще про ЧВК Вагнер. Только-только начинались расследования, что такое прокси, военная структура Пригожина. Их там убили. И мы тогда стали заниматься, собственно, тем, кто этот человек. И стало понятно, что он умудрился выстроить многоэшелонированную систему работы с госзаказами и практически пожирать госзаказы внутри своей империи. Он построил систему многочисленных фирм-прокладок огромных, вы не представляете себе сколько, то есть там сотни фирм-прокладок, которыми управляют, например, часто бывшие сотрудники полиции российской. или ФСБшники, которые через свои структуры пропускают всевозможные госзаказы Министерства обороны и аккумулируют их на счетах Евгения Пригожина. То есть он вот там, например, питание для военных. Это вот то, что было до войны. Очень много продавал он еды для военных. И узнали мы это потому, что военные, которым он продавал еду, регулярно судятся с Евгением Пригожиным о качестве того, что он им продает и как он их кормит. Сейчас последняя, например, история, что Евгений Пригожин получил госзаказ на строительство медицинских учреждений по всей России для Министерства обороны. Пригожин практически несколько лет назад полностью поглотил рынок детского и детского питания на территории Российской Федерации. Прямо из города в город перемещается его структура и вытесняя других игроков с рынка, понятно, какими методами, забирают рынок еды. Если раньше в столовых школьных в России я еще это помню, были такие, вы знаете, кухни, где готовили горячую еду для детей, то появлением Пригожина в той же самой Москве все превратилось в такие упакованные одноразовые упакованные пирожки не самого высокого качества. Были случаи с отравлением московских школьников структурами Пригожина. И все это вот Пригожин подмял под себя. То есть такой бизнесмен, который пожирает весь госзаказ и одновременно с этим построил, ну, собственно, по этим же принципам, по принципам бизнеса построил военную структуру, которую управляют в том числе и бывшие командиры спецназа Министерства обороны Российской Федерации, ну, довольно цинично отправляющие солдат сейчас на убой в Украине. Человек, который умеет работать с деньгами Министерства обороны, умеет, судя по всему, выстраивать боевые отношения там внутри своего структур лучше, чем Министерство обороны, потому что его командиры ориентированы на результат без всяких сложностей, субординации и прочими вещами. Ну и, конечно же, человек, который платит людям деньги за смерть. И тут уже расскажут лучше об этом военной Украины, которые нередко видели, как людей из ЧВК Вагнер невысокого ранга отправляют просто умирать для того, чтобы, как они потом сами часто говорят, не выплачивать контрактные деньги. Далеко не все получают эти контрактные деньги, потому что с некоторыми случаются неприятности перед тем, как приходит время с ними расплачиваться. Они отправляются в такие горячие точки, что расплачиваться становится не необходимым. Тимур, еще поговорим о том, за что, собственно, Госдеп США предлагает 10 миллионов долларов, то есть за информацию даже о нахождении, то есть это даже не за голову, что называется. Ой, это так странно. Я, например, знаю, где живет Пригошин в Санкт-Петербурге. Мы об этом писали в расследовании, когда еще работал на настоящем времени. А у него есть комплекс построенный, жилой. Там же у него вертолетная площадка на вертолете, в которой он летает, известен как его номер его вертолета и прочее. мы делали расследование и подробно писали, где живет Евгений Пригошин. Это небольшой секрет. А вот фабрика троллей это действительно мощная штука, потому что они действительно выстроили способ уничтожения дискуссии в интернете, потому что приходят тролли Пригошина и практически забивают своими репликами любую дискуссию. Для того, чтобы бороться с троллями Пригошина, нужно, знаете, антитролли Пригошина или там программное обеспечение, которое просто автоматически выкидывает одинаковые, бесконечные, под копирку написанные сообщения. Но в Америке, когда выбирали Трампа, была довольно большая история с тем, что Россия вмешивалась в выборы своими всевозможными многочисленными пабликами на английском языке, с сеющими сомнения в американском обществе. Вы знаете, наверное, этот нарратив «все не так однозначно». Вам не надо объяснять, что это такое. Вот этот нарратив «все не так однозначно» и много-много конспирологии обсуждали в Конгрессе США и на самом высоком уровне проводили расследование при участии троллей Пригожина и влиянии на американскую такую, знаете, довольно девственную в этом смысле политику, потому что с такими провокациями до Пригожина, судя по всему, они просто не сталкивались, не понимали, что можно так цинично управлять общественным мнением, можно управлять им через смыслы, но никто раньше Пригожина не придумал, что в Америке можно управлять просто через, не знаю, через комментарии, если совсем попросту говорить. И сейчас в Америке скоро выборы, поэтому для меня при вполне неудивительно, что про Пригожина опять заговорили, потому что, ну, объективно Пригожин и его вот эта методика, вот этих фабрики троллей, там тоже управляют конкретные люди, это же не сам Пригожин делает, это известный перечень людей, которые этим занимаются, они меняются, но в целом про них все более-менее известно, они наверняка примут участие в выборах в Соединенных Штатах Америки в ближайшее время, поэтому интерес Госдепартамента США к тому, чтобы как-то нейтрализовать фабрику троллей довольно простой, я думаю, что под вашими комментариями в этой программе сейчас придут Пригожинские тролли, как они наверняка всегда и приходят, вот прямо им и можно предложить, вы им не пишите сообщение, заработайте 10 миллионов, расскажите о фабрике троллей, в которой вы работаете, не тратите время. А Пригожин сейчас в России, потому что вот тогда, если вы говорите, что известно, где он живет, то вот это вот заявление Госдепа о том, чтобы вознаграждение за местонахождение как-то выглядит немножко странным, действительно. Ну, понимаете, какая штука, конечно же, у него, наверное, не одна, не одни апартаменты, где он именно сейчас находится, мне сказать, трудно, я за ним так подробно не слежу, знаю, где он прописан, откуда он там, где живет его, где живут его близкие, откуда он летает на самолете, в аэропорт, где стоит его бизнес-джет, который нам удалось посадить в Европе и Америке после статьи, доказывающей, что он ему принадлежит, и не один, а два, кстати, но я думаю, у него появился третий, четвертый, сомнений нет, наверняка в России объем еще может быть, может быть, в Африке, он бывал в Африке, потому что ЧВК «Вагнер» сейчас активно занимает ресурсные страны Африки, и с этим мало кто может справиться, там просто не хватает сил, которые могли бы противодействовать ЧВК «Вагнер». А вот Чатбуркина Фасо, например, следующая страна, которая находится рядом с Малией, это следующая цель ЧВК «Вагнер». Наверняка в России, не знаю, в Санкт-Петербурге или нет, может быть, где-нибудь в Ростовской области, где воюет его, где находится, или в Краснодарском крае, где находится полигон Молькина, самый первый полигон, на котором тренировали ЧВК-шников, это бывший грушный полигон, но там, я думаю, теперь он далеко уже не один. А Пригожин находится, ну, где-то, да, где-то, наверное, на территории России, и если, ну, дать сил себе немножко и труда, то я думаю, что найти его довольно просто. Хотелось бы вернуться к вчерашней трагедии, которая произошла в Еленовке, акт терроризма. Вот украинская разведка утверждает, что очевидно, это совершил ЧВК «Вагнер», и очевидно, скорее всего, по личному приказу Пригожина, при этом, что скорее всего, может быть такое, что этот приказ был не согласован с Минобороны Российской Федерации. Может быть такое, что это была какая-то вот такая самовольная история? Тут понимаете, какая штука? Пригожинские структуры, надо правильно понимать, они не, конечно, они могут делать что-то, не согласовывая с Министерством обороны, потому что они в некотором смысле давно уже превратились в альтернативное Министерство обороны. И в этом смысле это могло быть так, как говорит украинская разведка, у меня нет сведений, которые однозначно дают понять, что это, например, лично Пригожин приказал или нет. Но поскольку Пригожин давно стал политическим актором, и деньги он получает в том числе от людей, которые хотят продолжать войну и которые устраивали вой в российских социальных сетях и в СМИ, что мы не отдадим азовцев, их надо обязательно наказать, на территории России, убить, посадить, что угодно, не отдавать, то теоретически сделать что-то, что не подчиняется официально Министерству обороны или сделать так, чтобы выглядело, что это не подчиняется Министерству обороны, Пригожин однозначно может. То, что ЧВКшники из Вагнера охраняли заключенных, в том числе в Эленовке, говорят люди, которые, в том числе украинские граждане, которые там сидели, вы, наверное, знаете такого волонтера Ситникова, который провел сто дней в плену в Еленовке после того, как пытался завести в Мариуполь гуманитарную помощь. А он там сидел еще в тот момент, когда азовцев привозили. Там есть нюанс один, нюанс важный. Дело в том, что промзона, на которой оказались азовцы, она вообще никогда не была жилой. Есть бараки в Еленовке, где живут заключенные, и есть промзона, заброшенные бараки, на которой заключенные могли бы работать в обычной ситуации, если бы колония работала. Туда за два дня до взрыва привезли эти двуярусные кровати и поселили азовцев. Их отселили так, чтобы после взрыва зона, сами бараки, не пострадали. Это первый тревожный факт. Но другой интересный момент, его надо и понимать, что зона в Еленовке была полностью практически окружена российскими войсками, и, как сами говорят заключенные, артиллерия российская стреляла по украинским позициям буквально через забор, то есть вот прямо рядом. Поэтому, с одной стороны, Еленовка была очень важной целью, наверное, потому что оттуда стреляли по украинским военным. Но, как сами говорят заключенные, украинские военные знали, что там находятся украинские пленные, и за все время, что они там находились, туда не прилетал ни один снаряд. Ну, там, один снаряд случайно упал, но сами там, даже сами охранники предполагали, что это был дружественный огонь, и один раз взорвали какую-то гаубицу неподалеку. В остальное время, вот сколько они там не стреляли по Украине, а по украинским позициям, украинские войска не обстреливали Еленовку, понимая, что там заключенные. И вот, на отдельную территорию, находящуюся вдали от бараков, привезли азовцев, заселили, и потом она взорвалась и была уничтожена. Это похоже, конечно, на провокацию в самом прямом смысле. Что касается, лично Пригожин бы отдавал такой... Слушайте, Пригожин человек, который мог, ну вот по своему психотипу и уровню ненависти к людям, мог такой приказ отдать. Но делал он это или нет, наверное, Гуру лучше знать в этом смысле, потому что прямых данных конечно нет. Он нигде не писал, я приказал уничтожить азовцев, может напишет, пока он этого нигде не делал. Он довольно эмоциональный и очень с большим количеством мата пишет обычно, что он там и где предлагал делать. Но, кстати, всегда последовательно раз за разом отрицал свою роль в финансировании ЧВК Вагнер. В этом нет сомнения, мы проследили связь его структур с финансированием ЧВК Вагнер. Но понятное дело, что войной непосредственно, я думаю, управляют его командиры, которым он платил. А Герой России он получил тоже не за котлетки, а именно за строительство ЧВК Вагнера, иначе за что бы он еще его мог получить. А вот если этот теракт действительно был не согласован с Минобороны России, Пригожину могут как-то указать, как-то его, не знаю, наказать, какие-то применить к нему санкции? Погразить пальцем, например. Могут теоретически, все-таки в России не любят людей, которые выстраивают политические структуры, параллельные Кремлю. Не любят. Но у Кремля, вернее, лично у Путина и у Пригожина, по многим-многим сведениям разных источников, очень теплые доверительные отношения. И в этом смысле ему могут простить это. Но с другой стороны накапливается вот это вот ощущение в системе, что ты себе что-то позволяешь, что другие не позволяют. Тут может случиться всякое, например. Но просто сейчас Пригожин нужен, потому что воевать на фронте солдаты российской армии отказываются. А ЧВК их или заставляет, или вербует, или находит людей, которые соглашаются. И в этом смысле трудно переоценить роль Пригожина. Я могу себе представить человека, который его заменит. Там, знаете, утром просыпаемся, нет никакого Пригожина, а есть какой-нибудь Загожин, который управляет той же структурой. Но, скорее всего, вот прямо сейчас, в моменте ничего ему не будет. Это довольно страшно. Спасибо вам большое. Тимур Олевский, шеф-редактор новостей The Insider, был с нами на связи. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Ну, а мы продолжаем выпуск. В Киеве девятый час. В ближайшее время поговорим, в частности, о неонацистах, воюющих в российской армии, которая сама при этом якобы борется с нацистами в Украине, а также о попытке России расширить свое политическое и религиозное влияние в Африке. Ну, а сейчас время новостей о главном далее. Десять судов в украинских портах Одессы и Черноморск уже загружены зерном и готовы к отправке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры. Украина отмечается, что всего в портах загружено уже 17 судов. Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, цитирую, «Впервые с 24 февраля в морских портах Украины возобновлена работа. Суда, которые были загружены зерном еще зимой, готовы к выходу, как только наши партнеры ООН и Турция согласуют зеленый коридор в направлении Босфора». Конец цитаты. Министр инфраструктуры добавил, что экспорт зерна начнется с отправки нескольких загруженных кораблей, которые не смогли покинуть порты за начало полномасштабного вторжения России. Всего в трех разблокированных портах находится 37 судов, которые из-за войны не смогли выйти из этих портов. На юге украинская авиация внесла 7 ударов по российским войскам, как сообщает оперативное командование ЮГ. По результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений вооруженных сил Украины поражен пункт управления батальонной тактической группы 34-й отдельной мотострелковой бригады россиян в Брукском. В целом российская армия потеряла 105 захватчиков, 7 танков Т-62 и 72, гаубицу, 2 самоходные арт-установки, 17 единиц бронированной и автомобильной техники. Также в командовании сообщают, Россия уменьшила корабельную группировку возле Крымского побережья до 6 единиц. Часть перемещена в Новороссийск, а на готове к действиям находятся 2 ракетных и 2 больших десантных корабля. Россия 24 февраля напала на Украину, чтобы деноцифицировать, иными словами, избавить от нацистов. Это одна из целей, озвученных Путиным, при этом в самой российской армии. Есть неонацисты, об этом сообщает немецкая разведка, об этом заявила и замминистра обороны Украины Анна Малер. По ее словам, в России экстренно активизируют нацистов, чтобы за счет их наращивать ударные силы Российской Федерации в Украине. Кто они? Неонацисты в российской армии. Поговорим об этом с Андреасом Умландом, политиком, политологом, аналитиком Стокгольмского центра исследования Восточной Европы. Доброе утро вам. Доброе утро. Доброе утро. Издание Шпигель со ссылкой на отчеты немецкой разведки пишет, что на стороне России в Украине воюют как минимум две правоэкстремистские группировки. Это Имперский легион и Русичи. Что вам известно об этих группировках? Расскажите поподробнее, если знаете. Это маргинальные праворадикальные партии, которые близки к неофашизму. И они тоже принимали участие. Одна из них по крайней мере уже в 2014 году. Как в общем-то и другие группировки были с самого начала этой войны. С 2014 года в это вовлечены. Есть еще такое русское национальное единство, которое вообще употребляет свастику, которое было активно уже в 2014 году на Донбассе. Также Евразийский союз молодежи Александра Дугина, который хвалит СС. То есть такого рода группировки они всегда были вовлечены в это и, я бы даже сказал, сыграли в подготовке этого так называемого ополчения на Донбассе ключевую роль. Да, вот в 2014-2015 годах вот эти группировки они воевали как бы на стороне сепаратистов так называемых ЛНР и ДНР. Вот сейчас вот эти вот неонацисты, они в каком статусе в российской армии? Ну, насколько мне известно, сейчас уже нет таких вот нерегулярных группировок, то есть это им или российская армия, или это вот такие полурегулярные войска вот этих так называемых ДНР, ЛНР. То есть они, видимо, сейчас входят в какие-то регулярные подразделения российской армии и участвуют как, видимо, скорее как индивидуальные солдаты, чем как политические группировки. Андреас, вот в 2008-2009 годах аналитический центр СОВА, который занимается проблемами национализма и ксенофобии, фиксировал порядка 500 российских убийств в России ежегодно. И также всем известны лозунги «Россия для русских», «Москва для москвичей». То есть по сути вот этот ультраправый режим, который там, ну не режим, а движения вот эти, которые там обосновались, то есть уже длительное время, то есть это не вопрос там нескольких лет, то есть это вопрос уже десятилетий. То есть это уже происходит совершенно без каких-то прикрываний, каких-то маскирований, что ли, то есть вот эта вся идеология. И тем не менее Россия преподает, что вот она избавляет Украину от нацизма. То есть неужели россияне сами не верят, что у них у самих там нацизм процветает? Да, это все так на грани сюрреализма такой абсурдная ситуация, когда вот в России эта проблема неонацизма она намного больше уже многие годы, уже в принципе три десятилетия стоит, чем она когда-то стояла в Украине, где тоже есть какие-то маргинальные группировки, но они в отличие от России и, кстати, от других многих европейских государствах, они играют относительно маленькую роль. поэтому в России это действительно проблема и там были и связи между парламентскими партиями, как ЛДПР, так называемая либерально-демократическая партия России и вот такими совсем оголтелыми правореликалами. И в России есть большой спектр как бы таких группировок, это скинхеды, это парламентские партии, это вот те организации, которые вы назвали, но это не афишируется, конечно, Россия, это не передается в российские государственные СМИ, хотя за пределами России это известно. Андрес, еще один такой немаловажный элемент, что вот эти организации, они свободно существуют, то есть их даже там никто не преследует, то есть мы не слышали о каких-то уголовных делах против там каких-то нацистских движений и так далее, то есть каких-то митингов нацистских и задержания там соответственно, то есть есть антивоенные митинги, на которых людей пачками задерживают там и уже даже уголовные статьи им приписывают, но тем не менее вот никаких вот таких наказаний за проявление фашизма, нацизма почему-то в России нет. Ну такое было там в частности когда эти не нацисты все-таки были вовлечены в какое-то насилие, их тоже сажали и их такое было впечатление, часто тоже сажали из-за того, что они портили имидж России, тем, что они избивали там иностранцев и там были жалобы, скажем, африканских посольств российскому правительству и на фоне вот таких вот имиджевых проблем их тоже преследуют и сажают, потому что это вот подрывает этот российский имидж об антифашизме якобы российского государства. Но с другой стороны есть другие люди, которые там сотрудничали с российским государством или были даже проектами российской президентской администрации, была, например, такая группа из-за вот интересно все-таки полицисты их знают, их даже пресса делает такими героями, это все так освещается. Я просто сейчас не могу привести прям конкретные имена, но их там много, и организации все эти знают, это легионы, этих русичей. Зачем же тогда россиянам Россия рисует образ вот такого украинского националиста, которого в образе врага, которого они все страшно почему-то боятся, бандеровца, неонациста, который там обязательно их не знаю схватит в центре Киева и убьет за то, что они говорят на русском языке. Абсолютная абсурдная вот эта история, но этот образ очень внедряется в российское общество. Зачем? Ну это такое очень избирательное и манипулятивное вот рисование мира, в котором в общем-то сотрудничество российского государства скажем с русскими ультра-националистами или тоже с иностранными ультра-националистами это тоже еще такой очень странный аспект всего этого связи российского государства с французскими, итальянскими и другими иностранными праворадикалами. это все представляется как хороший патриотический национализм, это все допускается, а в Украине там даже умеренный патриотизм считается нацизмом или представляется в России как нацизм, потому что это против Российской империи, то есть это такое полное искажение слов, в котором вот эти все антиимперские освободительные вот тенденции они называются фашистскими, а вот праворадикальные какие-то в России или за пределами России, которые доброжелательно часто относятся к Путину, они представляются как патриоты. Да, ведь это какое-то такое зеркальное искажение, потому что если ты в России и ты россиянин и ты любишь свою страну, то ты патриот, а если ты украинец и любишь свою страну, то ты неонацист и фашист. Да, мы это раньше на самом деле и видели в Советском Союзе, я вот, например, жил в Восточном Берлине, который был отделен от Западного Берлина через так называемые в советской терминологии антифашистскую стену. Вот это вот Восточная Германия была антифашистской, а Западная Германия была там фашистской. И было в 30-х годах сталинисты называли социал-демократов, социал-фашистами. То есть эта вот игра слов, она имеет долгую традицию в советскую имперскую и российско-имперскую традицию. Да, ну вот сейчас получается, если вот даже верить определению Тимоти Снайдера вот в той своей уже известной нашумевшей статье в Нью-Йорк Таймс, то есть сейчас получается, что Россия это фашистская страна, то есть все признаки, которые он там представил, то есть они сейчас полностью просто идеально вписываются в нынешний путинский режим. Да, сейчас все больше я бы так сказал серьезных наблюдателей как Снайдер, они склоняются к употреблению этого термина. Я пока бы не стал употреблять именно этот термин, я вижу тут скорее такое возрождение сталинизма, потому что в фашистской идеологии там еще было вот у Гитлера, у Муссолини такое вот революционное так называемый полингенетический элемент, которого для внутренней политики в России пока нет. Там нет идеи как бы полностью переделать российское общество, российского человека, создать какого-то нового русского. Что касается спецопераций вот на территории Украины, она мне представляется действительно или она может быть названа фашистской в том смысле, что Россия рассматривает Украину как свою территорию и хочет ее очистить, заново родить, освободить, и это все напоминает действительно фашистскую терминологию. То есть парадоксально получается так, что именно вот эта антинацистская или денацификация, вот эта операция, она по сути своей, как мне кажется, является фашистской. А вот Александр Дугин, которого называют таким создателем русского мира и идеологом Путинской Российской Федерации, вообще государства, он называет идеологию государственную путинизмом. То есть это какая-то новая идеология, очевидно, только для России примененная. Как вы бы охарактеризовали эту идеологию, действительно ли она так, ну вот можно вот не подытожить вот существование российских реалий? Да, но тут Дугин, я думаю, скорее следует вот терминологии, которая сейчас уже распространена в общем-то в западном освещении вот того, что происходит в России последние 20 лет. То есть это образование вот такого нового режима, некой новой идеологии, менталитета, который называется путинизмом и который как бы собирает там разные идеи царской России, советской России, постсоветской России, тоже российской диаспоры, русской диаспоры, где были вот такие, я бы сказал, протофашистские тенденции. Снайдер, например, указывает там на роль Ивана Ильина, который там хвалил Третий Рейх, это был такой эмигрантский мыслитель. И все это входит в этот путинизм. Да, это вот какое-то новое такое идеологическое специфическое русское российское образование, которое трудно классифицировать. А вы можете назвать три главные, например, качества, фактора этой идеологии? Ну, это авторитаризм, вот такой, я бы даже сказал, вождизм в чем-то, потому что вот эта тенденция к культу личности Путина, она усиливается. Это империализм, это создание, воссоздание царской и советской империи, и это антизападничество, это вот антилиберализм и вот против западных идей разделения властей, правовое государство, гражданского общества, все это вот не входит в эту традиционализм, можно было бы тоже еще назвать как часть этой идеологии. Спасибо вам, спасибо большое. Андреас Умланд, политолог, аналитик Стокгольмского Центра Исследования Восточной Европы, спасибо, что присоединились к нам в эфире. До свидания. Ну а мы немного сменим тему. Православная Церковь Украины призвала Вселенского Патриарха Варфоломея лишить Патриаршего Престола главу Российской Православной Церкви Владимира Гундяева, более известного как Патриарх Кирилл. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ПЦУ. Также Священный Синод Церкви призвал Вселенский Патриархат и предстоятелей поместных православных церквей привлечь Кирилла к канонической ответственности, осудить доктрину так называемого русского мира и признать ее ересью. Ну, собственно, вот тему эту мы продолжим с нашим следующим гостем Игорем Козловским, украинским ученым, религиоведом. Игорь, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Итак, Игорь, ну вот прокомментируйте этот призыв Украинской Православной Церкви по поводу, ну, действительно, может ли патриарх Варфоломей лишить патриаршего престола того же Кирилла? Откликнется ли на вот этот призыв Вселенский Патриархат? Признает ли вот так называемый русский мир вот ересью? Ну, вы знаете, этот призыв действительно очень своевременный и актуальный. По той простой причине, что перед нами совершенно новое явление в жизни православия и всемирного православия. Русско-православная церковь во главе с патриархом Кириллом фактически представляет собой уже не совсем христианство. Почему? По той простой причине, что для христианства характерна, конечно, проповедь любви, добра, мира, а здесь мы слышим апологию войны, апологию смерти и фактически призыв к насилию, уничтожению той же украинской идентичности. Все это так или иначе говорит о том, что перед нами церковь оборотень, церковь, которая фактически стала на путь такого демонической, дьявольской логики, где добро называется злом, а зло называется добром. И вся эта риторика, которую мы слышим из уст патриарха Кирилла, она наполнена фактически ненавистью, наполнена теми самыми идеями так называемого русского мира, уже в церковной оболочке, которая фактически заменяет собой реальность. И эта реальность, конечно же, на самом деле не учитывается, вообще не рассматривается ни путинским режимом, ни русско-православной церковью, и патриарх Кирилл есть действительно воплощение вот этой дьявольской логики. Поэтому беспокойность христиан, православных христиан, что они видят фактически торжество не Христа, а торжество сатаны, поэтому они и призывают вселенского патриарха рассмотреть вопрос, во-первых, фактически объявить идеологию русского мира как ересь, и с другой стороны, конечно же, поставить вопрос о том, чтобы лишить патриаршества Кирилла Гундяева и вообще предать анафеме, то есть рассмотреть вопрос об этом явлении, которое произошло в христианском мире, когда на глазах превращение христианской церкви в свою противоположность, конечно же, беспокаивает, и православная церковь Украины, которая видит это все воочию, переживает трагедию вместе с украинским народом, поставила вопрос перед вселенским патриархом, они имеют право такой вопрос ставить, патриарх Варфоломей, конечно, самостоятельно вряд ли будет принимать решение, но вынесет этот вопрос на пентархию, возможно, то есть на собрание пяти древних церквей православных и будет рассматривать, это сложный вопрос, он сразу так не будет решен, но самое важное сактуализировать его, поставить этот вопрос на повестку дня, тем, чтобы он уже был в рассмотрении, сколько он будет рассматриваться, неизвестно, но то, что он сактуализирован и сактуализирован очень аргументированно, это, я бы сказал, честь православной церкви Украины, что они нашли в себе мужество, смелость и четкость в формулировках для того, чтобы привлечь внимание к этому страшному явлению. Игорь Анатольевич, если учесть, что и патриарх, и патриархат примут именно позитивное решение в отношении этого обращения, какие последствия могут ждать РПЦ и Кирилла в частности? Мы знаем, в истории такой случай был уже в свое время, вопрос о патриархе Никона был поставлен в 17 веке, и он был доведен до конца, и патриарх Никон был отправлен в монастырь до смерти своей, и произошла потом реформа всей российской тогда православной церкви, что, собственно, и привело потом к расколу самой православной церкви. Мы знаем появление старобрячества, различных движений внутри уже той старой церкви. И это трагедия, конечно, это уже трагедия, которые должны осознать. Но почему это важно? Мы не знаем, как поведет себя русская православная церковь, превратится ли она в глобальную такую изоляцию сектантского типа, а это уже, собственно, продолжается. Мы видим это, на наших глазах это происходит. Или же, например, она будет подвергнута внутреннему расколу, потому что там есть либеральные позиции и те, кто не очень доволен патриархом Кириллом. И мы будем наблюдать такой же трагический раскол, как и в 17 веке. Вы вот сказали трагедия, трагедия для российского, например, общества. Так, правильно я понимаю? А почему? Почему это будет трагедией? Ну, понимаете, вся идеология русского мира и вообще вся история прошлого рассматривается не с точки зрения реальности, а с точки зрения глобального мифа относительно того, что русско-православная церковь это есть тот самый фактор, который и сделал феномен россиян как таковых. И стержнем русского мира и идеологии является русско-православная церковь. И они же ставят вопрос в том, чтобы не существовало других церквей, православных на территории той же Украины или других бывших территорий Советского Союза, которые стали самостоятельными государствами. Это фактически разрушение всей идеологии, разрушение фактически самой структуры существования России, Российской Федерации. И в дальнейшем это может послужить таким детонатором для раскола вообще всей страны. Может быть и надо, чтобы так произошло, чтобы люди... С нашей точки зрения, конечно, мы же собственно над этим работаем, потому что для нас самое важное осознать, что до тех пор, как будет единая Россия с ее захватническими интересами для Украины, в Украине не будет возможности жить спокойно. поэтому мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы это произошло как можно скорее. Но с точки зрения такой глобальной, то, конечно, любое распадение на части любого государства это трагедия, конечно. Игорь Анатольевич, ну, как по вашему мнению, вот те последствия, которые возможны будут и для Русской Православной Церкви, и для самого Кирилла. То есть не сейчас на самом деле не такие значительные представляются там, поскольку да, там вот есть, например, те же санкции, которые против Кирилла, там, персональные ввела Великобритания, Канада, Литва, если я не ошибаюсь, там ему запретила въезд на пять лет. То есть они же не такие сейчас ощутимые, по сути. То есть это, ну, вряд ли это... Вы правильно говорите, потому что это скорее-таки политические демарши, и они должны иметь место в той простой причине, что они показывают миру позицию цивилизованных стран относительно этого явления, как и русской православной церкви, так и патриарха Кирилла. Они имеют характер скорее такой декларативный, неощутимый пока, потому что сама глубинка российская этого не ощущает. Сам патриарх Кирилл не до конца, он, конечно, там чем-то обижается и так далее, но это не очень сильно влияет на него. Но позиция вселенского патриарха, позиция всемирного православия, она, конечно же, будет ощутимой и фактически будет означать конец завершения этой патриаршей карьеры, самого вопросов перед русско-православной церковью. Как бы вы прокомментировали действия венгерского лидера Виктора Орбана в плане того, что именно благодаря ему Кирилла исключили из списка персональных санкций ЕС, то есть он, мол, там сказал, что кто же будет договариваться о мире, вот так он объяснил собственно свои действия. Что это по сути подыгрывание, такое большеполитическое подыгрывание Кремлю, которое в принципе от Орбана, мы и видим. Либо вряд ли следует учитывать, что большая часть Венгрии католики, вряд ли он как снисходительно относится именно к Кириллу или русской православной церкви. Да, вы правы, большинство населения Венгрии это либо представители церкви реформатской, протестантской церкви, кальвинистского направления, либо католики, и это как бы не входит в зону интереса самого Орбана, но мы видим с вами воочию, как Орбан из главы страны, которая находится в Европейском Союзе, становится сателлитом Москвы. Это печально, и для нас тоже, потому что Венгрия граничит с Украиной, имеет какие-то свои влияния на Закарпатье, поэтому его все эти слова, вся эта позиция, которая уже вызывает напряжение в Европейском Союзе, среди лидеров европейских государств, представляет собой скорее такую риторику, которая прописана ему из Москвы. Это не самостоятельное мышление. Конечно, перед нами он уже прославился своими российскими высказываниями, он уже прославился своими изоляционистскими позициями. Все это говорит о том, что Орбан уже находится в фарватере политики Москвы. Это риторика Москвы, а не Венгрии как таковой. Скажите, а почему до нынешнего времени международная религиозная общественность как-то не очень реагирует на все эти действия Кирилла, заявления, все эти проповеди в поддержку войны, все эти какие-то благословления российской армии, убивать украинских солдат. Почему нет какой-то, не знаю, и как вообще можно на это реагировать? Как должна реагировать мировая религиозная общественность? Варфоломи мировая религиозная общественность она не является единой. Патриарх Варфоломи уже заявлял свою позицию, у него очень четкая позиция, он осуждает и позицию Кирилла, осуждает позицию России и Российско-Православной Церкви. Тут есть четкое понимание того, что происходит. В большинстве своем мы знаем, что мировая религиозная ландшафт он очень разнообразен. Там есть точно так же, как и в политическом ландшафте есть и правые, и левые, консерваторы, и либералы, есть те, которые вообще нейтрально смотрят на эту ситуацию, поэтому нет общего единства. И более того, российская пропаганда она в том числе использует и религиозный фактор. И это необходимо учитывать, не сбрасывать со счетов. И это тоже влияет на их позиции. Единственное, к чему они могут призывать, это, конечно, к миру. Разбираться во всех этих политических нюансах они не всегда могут и не всегда хотят. Поэтому говорить о каком-то общем религиозном видении этой ситуации, если вообще говорить для них важно, конечно, проповедь мира, миротворцы, блаженны, миротворцы, то это да, это звучит в их риторике. А вот четкого осуждения, это, конечно, одинокие такие случаи, как у того же патриарха Варфоломея. Предположим, что в ближайшее время путинский режим будет повержен. Что тогда будет с Кириллом? Его сместят, его, возможно, к уголовной ответственности притянут. Какие есть последствия для него? Последствия для него это, конечно же, анафема, это, конечно же, истражение из тела православия, это тот самый запрет на служение и, возможно, изоляция в каком-то монастыре, но вряд ли будут какие-то уголовные к нему претензии, хотя есть такие тенденции, но тут нужен очень сложный вариант с криминальной ответственностью, но моральная ответственность, конечно же, полностью лежит на нем. Конечно же, мы видим, что с точки зрения христианства произошло глобальное искажение самой проповеди Христа и замена ее проповедью империи, это уже не христоцентричная церковь, это не церквоцентричная церковь, это действительно импероцентричная церковь, и то есть осталась только оболочка от христианства, а внутреннее наполнение уже явно не христианское. Поэтому вопрос этот тоже выносится не на такой уровень криминальный, а скорее на уровень рассмотрения этого вопроса в религиозных кругах с точки зрения вообще тела православия как такового мирового. И поэтому последствия будут, в общем-то, глобальные, потому что, еще раз подчеркиваю, это в какой-то степени стержень фундамент идеологии русского мира. Игорь Анатольевич, вот в конце прошлого года, еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, РПЦ приняло решение образовать собственный экзорхат в Африке. То есть, такое довольно странное решение на первый взгляд, но по факту, что это может быть? То есть, российская такая религиозная экспансия на новый континент или своеобразная финансовая махинация, что ли? Потому что там Синод принял эти 102 священника африканских, им будут платить зарплату теперь, но этот список секретен, то есть, нет перечисления этих фамилий, то есть, никто не знает, что это за священник, есть ли они вообще. То есть, и, ну, в принципе, учитывая специфику африканского православия, что оно сугубо дотационно, то есть, это не та религия, которая будет в Африке приносить, ну, действительно, там какую-то прибыль. Нет, несомненно, вы правы, это скорее такой политический шаг и удар в спину Александрийского патриархата, который, собственно, это его каноническая территория, и этих священников Александрийский патриарх знает в большинстве своем. Это либо отлученные, приданные анафеме, исторгнутые из тела Александрийского патриархата, то есть, фактически, маргиналы. И используя этих маргиналов, Российская православная церковь вторгается на эту территорию. Это уже не первый раз она вторгалась на территорию Вселенского патриарха и в Европе, и в Америке, и создание так называемой Американской православной церкви, а потом признание ее в токефальность со стороны Москвы. Все это так или иначе, но шаги, которые уже, я бы сказал так, обычные для экспансии Российской православной церкви. Конечно, это плевок Александрийскому патриарху за то, что он признал православную церковь Украины. С другой стороны, это, конечно, не за деньги, это не про деньги, потому как православие на африканском континенте не является ни богатым, ни таким, чтобы мы сказали, оно влиятельно. Оно не влиятельно. Там есть другие христианские динаминации, которые значительно более влиятельны. И там ислам представлен. А это скорее такой политический демарш. И с другой стороны, это попытка постепенно России в целом, не только православия, но России в целом, освоить африканский континент. Сейчас же идет, собственно, борьба за голоса африканских стран и на международном уровне, за их возможности, а возможности там очень большие. И сейчас эта борьба будет все более и более становиться актуальной. Наше внимание перемещается все время от американского до европейского и азиатского континента, оставляя сейчас за скобками Африку. Но на самом деле Африка в перспективе будет очень таким лакомым кусочком для политиков в целом и для, в данном случае, для России, которая хотела бы доминировать на этом континенте. Спасибо, Игорь Анатольевич. Игорь Козловский, ученый, религиевед, был с нами на связи. Всего вам доброго. До свидания. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкин провели телефонный разговор. Первый с начала российского вторжения в Украину главный американский дипломат заявил, что мир ждет от России выполнение обязательств по зерновой сделке, достигнутой с Украиной. Также глава Госдепа предупредил российского министра о санкциях в случае оккупации России украинских территорий. Беседа была откровенной и прямолинейной, добавил Блинкин. Президент Путин пытается захватить максимум территории Украины. Очень важно, чтобы россияне услышали от нас, что это недопустимо. Если есть какая-то возможность применить дипломатический подход, чтобы покончить с действиями России в Украине, мы воспользуемся им. Однако Россия пока не демонстрирует готовность и желание к такому взаимодействию. Если есть вопросы, которые могут изменить подход высокопоставленных российских официальных лиц, это может принести пользу. Если не услышат, их непосредственно от меня или от моих коллег, то мы, конечно, будем работать над переговорами. После разговора с Лавровым Блинкин побеседовал и с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Украинский дипломат сообщил, что говорили о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом плане и о практических шагах, которые позволят Украине заставить российское вторжение провалиться. Африканское турне Лаврова с 24 по 27 июля министр иностранных дел Российской Федерации посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию. Там он рассказывал, что причиной войны в Украине стало вовсе не российское вторжение, а попытки Запада, цитирую, зацепиться за ускользающую перспективу так называемого однополярного мира. Конец цитаты. Также Лавров жаловался, что санкции против России незаконны, но в продовольственном кризисе Россия не виновата. Интересно, что почти одновременно с Лавровым в Африке был и президент Франции Мануэль Макрон. В других странах он говорил о вине России в происходящем. Кто кого переубедил? Станет ли Африка очередным фронтом в борьбе России и Запада? И почему Лаврову еще кто-то верит? Павел Климкин присоединяется к нам в эфире. Об этом с ним и поговорим. Доброе утро. Здравствуйте. Павел Климкин, дипломат, бывший министр иностранных дел Украины. Павел, вот поездка Лаврова в Африку, причем в Уганде и Конго. Это был его первый визит. Россия таким образом ищет себе новых друзей. В чем выгода России в африканских странах? Россия хочет укрепить свои позиции там. Это же не является такой однозначной позицией, что Россию там любят. Почему-то в Москве считают, что после Советского Союза ее там должны любить еще тысячу лет. Но ситуация меняется быстро. Африканские страны находят другие центры влияния. Вот, например, китайство становится все более сильным. Кроме того, на многих африканских политиков заходит очень простой тезис, что наша война против России – это антиколониальная война. Они этому сочувствуют и симпатизируют. Но нет у них очень часто такой политической воли это сказать прямым текстом. Потому что они во многом зависят от России, зависят от Китая. И это торговля, это технологии, и еще многие вопросы. Мы также видим, что Россия старается в Африке получить новые позиции благодаря вот этим всем частным компаниям, темным отрядам, которые присутствуют в разных странах. А что касается Эммануэля Макрона, которого вы тоже упомянули, то Франция достаточно успешно сейчас возвращает себе позиции. Ее тоже в Африке видят как колониальную державу. И для Франции очень-очень важно, чтобы вот этот имидж, он на самом деле поменялся. Есть же такое даже понятие, как французская Африка. Вот Макрону очень важно, чтобы теперь Францию видели как отдельного игрока и не без всех этих сложных моментов прошлого. И удастся ли это Макрону на 100%? Я не уверен. Но пока у Макрона на самом деле неплохо получается как-то... Генерировать симпатию к Франции. Ну, а у Лаврова переубедить африканцев, что на самом деле все дело в каком-то злом Западе, это вызывает кривые ухмылки и усмешки. Это мы, я, по крайней мере, это знаю от своих контактов африканских. В частности, в Кении, Нигерии и других странах. Вот Лавров и Макрон, они же посетили разные африканские страны. В чем различие между вот этих вот стран? Какие там режимы? И почему вот такое вот распределение произошло? На самом деле, не ищите в этом только желание пояснить сегодняшнюю позицию. Это тоже интересы. Это какие-то планы визитов. Потому что Уганда, например, не является критической стороной для России в построении своей позиции. Ну, понятно же, что есть Северная Африка. Северная Африка является и восточной, кстати, покупателями нашего зерна, но также и российского зерна. От этого зависит их продовольственный баланс. И Конго, это, конечно, очень большая и интересная страна, имеющая ресурсы, имеющая позиции в центре Африки. И без Конго проецировать влияние на Африку невозможно. И если хотите, я что-то подозреваю, что российские вот эти все частные подразделения, отряды очень хотят проявиться в Конго. Но после того, что они сделали в странах Сахеля, а Сахель, я напоминаю тем, кто не знает этого термина, это вот ниже Сахары до тропиков страны, то очень надеюсь, что африканцы их пошлют куда подальше. Вы как раз сказали, что Лавров в том числе собирался переубеждать страны, что все это происки Запада. Но по факту да, что большим средством Африка, только одна эритрея поддержала Россию во вторжении в Украине. То есть большая часть выразилась против, еще значительная часть была нейтральна, не выразила свою позицию. То есть насколько удастся действительно переубедить, появится ли больше союзников в России после вот этого Лавровского визита? Нет, 100% не появится. Вы упомянули эритрею. Да, это сейчас тотально пророссийская страна, Россия помогает вооружениями в войне с Эфиопией. И это на самом деле единственная причина. Когда эритрейцам Россия станет ненужной, они ее естественно кинут. Если Россия не успеет разместить там дополнительные военные базы и привязать их экономически. На самом деле африканцев не удается убедить. Они нам сочувствуют, они нас очень хорошо понимают, но они одновременно в своих непростых на сегодня экономических отношениях очень хотят сбалансировать свои национальные экономики, свои балансы, в том числе и продовольственные балансы. И нам стараются этот интерес балансировать с этой симпатией. Да, они часто голосуют в международных организациях и в том числе и за голосуют позитивно по всем вопросам, которые касаются Украины. Естественно, не все, но над этим надо последовательно работать. И для нас очень важно дойти до каждой африканской страны. Да, во время войны это звучит на самом деле достаточно как вызов в 54 страны заехать, убедить, найти там элиты, которые будут поддерживать Украину. Но это на самом деле наш путь, поскольку значение Африки возрастает, количество людей, которые там живут, больше, экономические перспективы больше. И с Африкой надо работать. Я знаю, что мы думаем про то, чтобы назначить специального представителя, который будет работать с африканскими странами. Это все очень правильные вещи. Для этого нам нужна стратегия, и эта стратегия должна быть общей с Западом. Вот то, что делает Макрон, то, что делаем мы, то, что делают американцы, то, что делает вообще все цивилизованные страны, это должно быть объединено одной общей стратегией, и ни в коем случае нельзя отдавать Африку, Россию и Китаю. И тем не менее, какой-то негативный эффект для Украины все же прослеживается. Я вот говорю, в частности, о Египте, который именно может совпадение, конечно, после визита с Лаврова разорвал контракт с Украиной о поставке зерна на 240 тысяч тонн. То есть действительно совпадение? Или вот он все-таки сделал свое черное дело? Нет, это не Лавровская. Ну, смотрите, мы преувеличиваем значение Лаврова. Контракты там заключаются, естественно, с подачи президента, с подачи руководства Египта. И то, что Россия постоянно давит на Египет, давит на другие страны, покупайте российское зерно, а покупать украинское зерно на самом деле связано с определенной неопределенностью, если хотите. Да, это постоянные вот эти движения, они будут происходить и дальше. Но Египет всегда очень зависел от поставок российского вооружения, от поставок российских технологий, поэтому тут на самом деле нечему особо удивляться. Это не какие-то личные движения Лаврова, но на самом деле действительно давление Москвы. Тут вы правы. Про личные движения Лаврова. Он достаточно одиозная личность, и все его заявления суперэчат друг другу. То он заявляет, что мой Киев Россия за три дня возьмет, потом об одной цели спецоперации. Теперь Россия уже помогает украинскому народу, это я цитирую, избавиться от абсолютно антинародного и антиисторического режима. Понятно, что вся эта ложь и привирание этих фактов, российские эти все наративы, это все не просто так. Не просто так Лавров публично эти тезисы вбрасывает. Для чего, по-вашему? Потому что он стал пропагандистом, причем главным. Это уже улегает не Путин, это улегает постоянно продуцирует эти интервью, говоря то, что написали ему, какой-то главный тезис или два, и потом их говорит в эфире так, чтобы они дальше катались. В России думают, что у Лаврова до сих пор есть какие-то остатки поддержки. Я не говорю про уважение, но какие-то остатки поддержки. Его еще слушают, а кого слушают? Действительно. Да, когда говорит Путин и когда говорит Лавров. Поэтому Лаврова они используют как главного пропагандиста, причем используют достаточно эффективно. Но российская дипломатия, она на что превратилась? Она превратилась на такую пропагандистскую машину и на самом деле какой-то механизм шпионского слежения в российских посольствах. Что еще на самом деле есть классического российской дипломатии такого трудно сказать. Как по мне больше ничего. Ну а как Лаврова воспринимают другие представители Министерства иностранных дел? Как в мире вообще его оценивают? Мы видели саммит недавний, где с ними кто не хотел фотографироваться. Дальше будет еще хуже изоляция международная? Смотрите, с Лавровым будут говорить по минимуму, будут говорить в Африке, будут естественно, поскольку не хотят и не могут себе позволить, особенно такие небольшие страны, зависимые от России, однозначно испортить отношения. Но это не значит, что после встречи они не будут говорить что-то совершенно другое, не будут занимать другие позиции в международных организациях. То есть с точки зрения какого-то реального влияния дипломатии все эти визиты, все эти визиты, как мы с вами начали говорить, они скорее про пропаганду, про то, чтобы приехать, что-то сказать, потом еще что-то сказать в другой стране и потом поехать дальше. Вот так я на самом деле вижу на сегодня роль российского МИДа и Лаврова. Павел, ну вот не могу спросить у вас вашего мнения по поводу ситуации о вчерашнем обстреле Еленовки, то есть вот этом очередном российском военном преступлении. Как мир отреагирует и как в принципе должен отреагировать на вот такие действия? Должен отреагировать признанием России как страны террориста. Вот этот статус по ней уже давно плачет. Это должно быть очень четко заявлено. Да, это вопрос в том числе юридический, потому что законодательство для этого есть в Соединенных Штатах, в Европе, оно несколько другое. Но над этим надо последовательно работать, потому что вот это все уродство, и я не верю, что оно какое-то там случайное. Я считаю, что оно однозначно подготовленное, и все то, что случается, там же все под контролем спецслужб. это все часть одной картины, одной палитры, одной мозаики российского поведения. Поэтому ответ должен быть очень простой. Вот когда меня спрашивали ваши коллеги вчера вечером, и говорят, что давайте больше санкций. Да, больше санкций, конечно, правильно, и должно так быть, но должны быть и другие ответы. И это, в частности, признание стороной террористам, и, естественно, предоставление Украины новых систем оружия, это в том числе ракеты, которые будут лететь на 300 километров, это в том числе самолеты. Вот то, что нам критически нужно для защиты Украины и вообще цивилизованного мира. Вот такой именно должен был ответ, и сейчас над этим думают. Вчера, естественно, мир не успел соревновать, это понятно. Думаю, что реакция будет вот как раз сегодня и будет реакция в понедельник. Павел, вот как раз вы говорили о признании России страной террористом. Уже в принципе несколько месяцев, по-моему, уже Конгресс США обсуждает этот вопрос, то есть было там на уровне комиссии уже практически это был такой вопрос уже на подготовке, что называется, но тем не менее пока это все очень медленно движется. То есть насколько вероятность, что вот это решение все-таки будет принято там в ближайшее время? Вероятность, конечно, есть, и я знаю, что там есть поддержка и демократов, и республиканцев. Там они обсуждают и юридические аспекты, обсуждают и последствия этого решения, поскольку объявление страной-террористом, это же не просто так, поставить ярлык на России, на ней уже негде ярлыки ставить. Это же про то, что происходит подальше до дальнейшей изоляции, это про то, что торговля ограничивается еще более радикально. Вот эти все варианты, они должны прописать, поработать с администрацией и далее идти вперед. Ну и второй аспект есть, про который я уже говорил, тут американское решение, это конечно замечательно, классно и круто, но нужно, чтобы Европа пошла дальше. У нее нет таких классических юридических инструментов, но должны быть найдены аналогичные инструменты. Тут важно, чтобы все шли как пальцы в одном кулаке, вот только тогда удар будет по России настоящий. Спасибо, Павел. Павел Клинкин, дипломат, бывший министр иностранных дел Украины был на связи с нами. Всего вам доброго, спасибо еще раз. Спасибо, и будем надеяться, что трагедия в Еленовке очередная, которая произошла на территории Украины, станет таким катализатором для еще больших санкций и признания России страной-террористом. Ну, традиционно в 9 утра мы минутой молчания вспоминаем всех жертв этой войны, в том числе вот вчерашнего обстрела в Еленовке. и не в том числе Продолжение следует... В Киеве 9 часов утра. Дальше мы поговорим о зверствах российской армии против мирных граждан Украины, как на оккупированных территориях похищают и пытают людей. А также обсудим, как в России появился черный рынок валюты и что стоит за намерением России покинуть МКС. Это реальная угроза или просто реальный шаг? Об этом всем смотрите далее. Около трех часов ночи российская армия обстреляла ракетами Харьков, прилетела в Слободской район, в здание одного из учебных заведений, на месте возник пожар. О пострадавших информации нет, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Следующий мощный взрыв прогремел через час, подробности обстрела сейчас выясняют. В Донецкой области за сутки российские оккупанты убили шесть мирных жителей, еще 15 человек получили ранения, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. В Днепропетровской области до 80 снарядов из Градов выпустили по Никополю и Красногорьевской общине. По словам главы областной военной администрации Валентина Резниченко, в Никополе уничтожен один частный дом, повреждены 15 домов и примерно столько же хозяйственных построек. Выведена из строя электросети, до тысячи человек остались без света, на месте работают электрики. Кроме того, есть разрушения на двух местных предприятиях. На одном из них произошло возгорание. Спасатели гасили пожар несколько часов, по предварительным данным люди не пострадали. С дыркой в потолке, с нависшими бетонными перекрытиями над головой, без воды, света, газа в сгоревших квартирах. Сотни жителей Харькова живут в разрушенных домах в разных районах города, несмотря на ежедневные обстрелы. Кто-то выезжал и вернулся, кто-то даже не покидал жилья. История Александра из Северной Салтовки и Тамары из микрорайона Восточный далее в сюжете наших харьковских корреспондентов. Вот здесь был санузел, был туалет, вот здесь была ванна, видите, ну вода приходила. А вот это вот стена кухни. Третий месяц, 53-летний Александр Стрижаков живет так. В его дом попала ракета, выгорели целые этажи. У нас же полподъезда выгорело. А у тех людей есть свет, газа нет, вода есть. А у нас ничего не так. Свет протянул с другого этажа, за водой ходит полтора километра к источнику. Что у вас сегодня на обед? А вот картошка жареная, салат. Вместо кровати спальник. Друзья принесли. А вот это была кладовка, ну она сгорела, а вот остались железяки. Вот, видите, железяки остались. Положил и вот пеноблоки. Из всего имущества уцелела только посуда, рабочий инструмент, паспорт и удостоверение участника боевых действий. Завалы в квартире разгребал, чтобы вселиться в течение четырех дней. Посмотрите, пожалуйста, вниз. Чтобы вот так вот шел по коридору, на тебя стена лягла. Не хочется. Вот это вы так с окна и выбрасывали, да? Да. Я шесть мешков вынес, а лифт не работает. Думаю, я пока это вынесу, у меня ноги сгорят до чего-то сгорят. Тут так вот отодвинули дверь, а племянник говорит, тетя, у тебя неба, у тебя нет. 59-летняя Тамара живет на другой окраине Харькова. Это микрорайон Восточный. Работает неподалеку в детском интернате. Все это мы выкидали вот сюда в окно, потому что снесло эти все рамы. Вот это все, что лежало, посмотрите, у меня в квартире. Матрасы сгнили, подушки, диваны. Пятый этаж так и живет. Скоро пятый месяц уж пойдет. Заявки подала повсюду, куда могла. Тут уже побитое, стекла, видно, летало все это самое. Вот внизу все цветы, все горшки, телевизор, за который еще не выплатили. Ну, вот так. Кредитный? Да, это кресло, тоже пришло все у него. Может быть, цветы в парках, на клубах, это очень хорошо. Но мне кажется, это сейчас не главное. Нужно помочь людям, понимаете? Просто помочь. Цветы, когда уже у нас будут целые дома, и у нас все будет отремонтировано, мы будем высаживать все вместе, без проблем. За два часа до попадания она с 90-летним дедушкой побежала в подвал. Если мы не удрали, а кресло это раздвижное, и дед на нем спал, и он привалило 100%, его уже не было. Уезжать, говорит, некуда, да и родительская эта квартира не бросит. Просто не знаю. Как каждый день я сюда захожу, каждый день он там, ну, все время, не знаю. Запомните, что сгорит, кто не снеет. Александр из Северной Салтовки. Пока тепло, будет жить здесь. Осенью снова придется ходить по домам. Заявку на получение жилья подал, но уже два месяца ждет ответа. Александр строитель. Тем, как выглядит его квартира, даже гордится. Ведет показать, как было. К соседям в гости теперь можно ходить прямо через балкон. А вот кухня. Вот так выглядело и его жилище до того, как он его убрал. Отчаяние, говорит, нет, лишь бы больше ракеты не попадали. Я за полтора месяца в одни руки это все восстановлю. В одни. Один. Только деньги нужны? Да, только деньги и все. Мария Малевская, Александр Брынза. Специально для марафона Freedom на канале UA. Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о пытках и похищениях людей на оккупированных России в территориях Херсонской и Запорожской областей. Удалось задокументировать, со слов собеседников, 42 конкретных случая. Также правозащитники задокументировали пытки трех пленных членов территориальной обороны. Двое из них умерли. На самом деле случаев пыток, зверств и похищений украинских граждан российскими словиками гораздо больше. Все это происходит с начала полномасштабной войны. И не только в Херсонской и Запорожской областях. Везде, где побывали российские солдаты, они похищали и пытали мирных украинских жителей. И сейчас к нам в эфире присоединяется журналистка Фарида Курбангалеева для новой газеты «Европа». Она поговорила с украинцами, у которых похитили родственников и которые сами вернулись из российского плена. Фарида, доброе вам утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Вот вы собирали все эти истории. Вы можете рассказать ту, которая вас больше всего шокировала? Ну, я, к сожалению, знаю всего две такие истории в подробностях. Хотя лучше, конечно, их не знать. Дело в том, что по понятным причинам есть большая сложность в том, чтобы такую историю достать. Люди очень боятся их рассказывать. Тем более, конкретно те истории, которые описаны в моей статье, они происходили с людьми, которые на момент моего общения с ними находились в России. То есть это были украинские беженцы, которые бежали от войны. Они были вынуждены эвакуироваться именно в Россию. И когда общались со мной, находились там и страшно боялись за себя и за своих близких. За тех людей, которые находятся сейчас в руках российских силовиков. За своих родственников других, которые живут в России. И поэтому мне удалось найти две такие истории с помощью российских правозащитников. И я пообщалась с этими людьми. Обе семьи сейчас находятся вне России. Они сумели выехать. Что они рассказывают? Их пытали, их задерживали, их незаконно увезли в Россию или на оккупированных территориях держали? Ну, конкретно этих людей не пытали. Они рассказывали о своих родственниках, пропавших. В обоих случаях это были женщины, у которых пропали мужья. Один человек пропадал во время фильтрации, скажем так. Просто это история с счастливым концом. Этого мужчину в результате отпустили. Но там жена развела очень бурную деятельность. Она вовремя сумела найти адвоката. И к этой истории тоже подключились правозащитники. И этого человека удалось, что называется, отбить. А вот другая история, гораздо более печальная. Женщина также потеряла мужа. Его, правда... Она потеряла его не при фильтрации, а сначала его не пропустили через украинско-российскую границу. Но вот как раз в статье я объясняю, что похитить человека на КПП довольно сложно. Потому что там все задокументировано и очень много свидетелей. И так как российские силовики, очевидно, не смогли это сделать на КПП, они потом приехали за ним домой. А вот с этим уже проблем гораздо меньше. То есть человека просто увозят из дома. Никто не видит, как это происходит, за исключением его родственников. И, собственно, на этом следы его теряются. То есть где он потом, что с ним найти практически невозможно. И вот эта женщина, она осталась без мужа, с двумя детьми. Она несколько месяцев находилась в России. Но потом она смогла с помощью российских волонтеров уехать в Латвию. Сейчас она находится в Латвии. То есть вот этот пример как раз о том, что берут, просто забирают уже из дому, что называется, он говорит о том, что украинцы, которые оказываются на российской территории, они тоже под большим-большим риском того, что их действительно там в любой момент могут прийти, забрать куда-то. То есть они практически пропадают без вести. Ну, теоретически, да. Да, и, конечно, в обоих случаях нужно понимать, что, да, во втором случае, где мужчину удалось отбить, он находился как бы на территории России, получается, потому что он в спецприемниках провел достаточно большое время. А та семья, в которой глава семьи исчез бесследно, это была оккупированная территория, вы должны понимать. То есть это та территория, которая была занята российскими войсками. И там еще описывается один случай. Я, правда, напрямую пообщаться с этими людьми не смогла, потому что они как раз отказались от общения. То есть читали мои сообщения, но никак на это не реагировали. Там речь шла о пропавшей женщине в Херсоне. Вот к ней приехали домой. Это, опять-таки, оккупированная территория. К ней приехали домой и увезли ее в неизвестном направлении после обыска, после того, как проверили ее соцсети. И тоже не могут ее найти ее родственники. Ну, то есть сказали, что они не захотели с вами общаться. То есть, как вы считаете, люди в такой ситуации, казалось бы, должны хвататься за каждую соломинку, чтобы как-то придать огласке эту ситуацию. То есть, тем не менее, как вы считаете, они боятся или из-за чего они не хотят рассказывать? Конечно, они боятся. Во-первых, они боятся российских силовиков, каких-то последствий, мести со стороны власти. Даже те документы, если вы видели статью, которую мы публиковали в этом материале, мы замазывали там все имена, выходные данные, чтобы не было понятно, о каком человеке конкретно идет речь. Хотя, да, я с вами согласна. Вроде бы, по логике, нужно делать все, чтобы та или иная история стала максимально публичной. И называть и имена, и фамилии, и населенные пункты, и так далее. Но люди ужасно напуганные. И, ну, в общем-то, я их прекрасно понимаю. Если бы я была на их месте, наверное, я допускаю, что я себя вела так же. Ну и, кроме того, вообще есть недоверие к российским журналистам. Опять-таки, по понятным причинам. И я тоже этих людей хорошо понимаю. Я, в принципе, сталкивалась со случаями, когда люди принципиально отказывались со мной общаться, даже несмотря на то, что я оппозиционный журналист. И у меня есть масса публикаций, которые я могу показать им, продемонстрировать, какую позицию я занимаю. Но тот факт, что я все-таки гражданин России. И были случаи, когда мое общение с теми или иными лицами было невозможным именно по этой причине. Вот если человек оказался, украинский гражданин, гражданка оказались в России. Или это родственники тех, кто, например, остался в Украине. Или это люди, которых вывезли в Россию насильно. Вот реально ли им получить юридическую помощь там? Помощь правозащитников, помощь каких-то активистов, которые, возможно, помогают. Вот вы сказали, что эти люди уже двое, которых вы истории описали, они выехали из России дальше. Вот как это, где эту помощь получать? Куда люди обращаются? Да, эту помощь вполне реально получить. Более того, я когда готовилась к этому эферу, я как раз сказала правозащитникам, с которыми я делала эту статью, о том, что я собираюсь к вам включаться. И они попросили меня озвучить, что они очень хотели бы сотрудничать с украинской стороной, с украинскими правозащитниками, и они хотели бы, чтобы люди, украинцы, которые оказались вот в таких вот чудовищных ситуациях, не боялись обращаться к ним. Они реально помогают. Во-первых, как вы правильно заметили, они помогают, в принципе, выехать из России. Они берут на себя все материальные расходы и делают так, чтобы человек мог находиться, допустим, на территории Евросоюза или в Грузии или где-то еще. Они помогают юридически. Та женщина, муж которой до сих пор не нашелся, она написала заявление на лицо своего доверителя в России, человека, который владеет юридическими вопросами, который в случае необходимости будет представлять ее интересы в тех или иных инстанциях. То есть ей самой не обязательно будет приезжать в Россию, приходить в какие-то ведомства. Понятно, что все это очень сложно, и я думаю, что у нее нет большого желания это делать. Но вот есть человек, юридически, скажем так, облеченный такими полномочиями, такими правами, который будет действовать от ее лица. И поэтому, да, такие возможности есть. К большому счастью, еще в России пока такие люди остаются. Я считаю, что это совершенно героические люди, и отношусь к ним с огромным уважением, потому что они тоже действуют с большим риском для своей собственной свободы. Совершенно непонятно еще, как эта история может отразиться на них самих, но пока они остаются в России, пока они это делают. И, конечно, хорошо бы было как-то объединить их усилия и с усилиями украинских правозащитников, и с теми людьми, которые нуждаются в их помощи. Вот эти вот преследования, угрозы, похищения, давление на родственников, это все попадает под статью «военное преступление»? Да, конечно. Но, собственно, их Human Rights Watch в своем докладе, они прямо об этом сказали, что это является военным преступлением. И правозащитники российские тоже подчеркивали, что похищение, незаконное удержание в непонятном месте, без предъявления каких-либо обвинений, подпадает, ну, как минимум, нарушает международное право. Ну, Россия всячески нарушает международное право. Вы, наверное, слышали о вчерашней трагедии в Еленовке. Наверняка знаете о том, что происходило в Буче, в Мариуполе, как Россия целенаправленно уничтожает мирное население Украины, терроризирует, обстреливает, бьет ракетами в мирные города, в центры городов. Как вы думаете, вот это вот такой террор против мирного населения Украины, который активно применяет Россия, для чего это делается? Я не знаю, мне очень сложно ответить на этот вопрос. Я не террорист и не хочу себя никак ассоциировать с этими людьми. Мне вчера вот реально было физически очень плохо. После сообщений о том, что произошло в Еленовке, после новости о том, как пытали украинского солдата. Я думаю, что со стороны государства это, конечно, попытка запугивания населения, так же, как собственные похищения людей, которых мы писали в этой статье. Попытка запугивания, попытка сделать так, чтобы человек смирился с этой оккупацией, чтобы он понял, что ему некуда деваться. Ну и со стороны отдельных лиц, которые занимаются этим и приводят эти приказы в исполнение, или, я не знаю, поступают так по собственной воле. Ну, это, безусловно, то самое расчеловечивание, о котором много говорят, которому неизбежно приводит война. Война неизбежно приводит к расчеловечиванию, то есть длительное участие человека в таких ненормальных действиях, его длительное пребывание в каких-то совершенно ненормальных чудовищных обстоятельствах приводит к тому, что он начинает совершать вот такие поступки. И такие же поступки, безусловно, мы можем сейчас ожидать со стороны украинских военнослужащих в ответ на то, что делали российские. То есть вы понимаете, да, о чем я говорю? И здесь очень сложно говорить о том, что вот они теперь будут держать себя в руках, они будут, я не знаю, там, сдерживать себя и пытаться не становиться с россиянами на один уровень вот этого чудовищного расчеловечивания. И я даже не то что осуждать, я это комментировать никак не могу, потому что здесь есть определенная логика, к сожалению, есть определенная закономерность. И когда это уже началось, это очень трудно остановить. Остановить нужно войну. И чтобы Россия за эту войну обязательно ответила, это очень важно и это главное. А вот правда, что для украинцев, вот России очень сложно искать этих правозащитников. Вот мы вернемся к теме, да. На самом деле сейчас уже не так сложно, насколько я понимаю, потому что, смотрите, эти правозащитники, это люди, которые очень плотно сотрудничают с волонтерскими российскими движениями. Может быть, вы слышали об этом. Есть целые большие многотысячные движения волонтеров в России, которые помогают украинцам, ну, либо обосноваться в России, если украинцы того хотят. Да, такие люди тоже есть, не будем этого отрицать. Либо помогают им покинуть Россию. Эти движения образовались... Государство, естественно, не имеет к этому никакого отношения. Это были спонтанные низовые волонтерские движения, которые образовались, ну, вскоре после начала войны, когда вот в Россию потекли беженцы из того же самого Мариуполя, да, где уже невозможно было жить. У многих людей не осталось квартир, домов, они были разбомблены. Эвакуироваться в сторону, на территорию подконтрольной Украины, я так понимаю, возможностей у них не было из-за постоянных обстрелов. Причем украинцы говорят, что российские военные делали это намеренно. И украинцы эвакуировались в сторону России. Многие из них потом хотели, естественно, уехать побыстрее из России. И вот российские волонтеры им в этом помогали. Это многотысячное движение, это целые чаты. На самом деле, я так понимаю, что здесь большую роль играет сарафанное радио, когда украинцы просто передают из рук в руки эти чат-боты, куда можно написать. И люди, которые нуждаются в помощи, они там немедленно находят поддержку. То есть им помогают и с жильем найти, допустим, какой-то временный приют, крышу над головой, им помогают купить билеты, полностью берут на себя. То есть это обычные люди, которые скидываются, да, вы понимаете, да, то есть просто тупо скидываются. Помогают найти билеты, купить билеты на поезд, допустим, из Ростова или из Таганрога в Москву, потом из Москвы в Санкт-Петербург, откуда люди могут уехать в одну из стран Балтии. Как правило, они уезжают в Эстонию. Самый простой путь. Два с половиной часа на машине от Санкт-Петербурга до КПП Ивангород на границе с Эстонией. И это тоже все делают совершенно обычные россияне. За свой счет они... Есть люди, которые покупают билеты, есть люди, которые предоставляют свои квартиры или скидываются, допустим, на гостиницу. Есть люди, которые довозят, допустим, от Питера до границы с Эстонией или до границы с Латвией. Люди помогают им с едой, с медикаментами, с кормом для животных. Вот эти правозащитники, которые помогают семьям похищенных украинцев, очень плотно сотрудничают с этими волонтерами. Собственно, они сами ими являются в какой-то степени. И поэтому даже если вы напишите, ну я не говорю вы конкретно, а вот украинцы, которые нуждаются в помощи, вот в такой чат-бот, то они получат отклик. Спасибо. Поняли вас Фарида, Курбан-Галеева. Российская журналистка была с нами в прямом эфире. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Ну мы продолжаем наш выпуск. И следующая трагическая история. Его мама убила снарядом прямо у него на глазах, а его собственная жизнь оказалась на волоске. 11-летний Кирилл получил многочисленные осколочные ранения и пережил инсульт после того, как российская армия в очередной раз обстреляла его родной Харьков. Мальчик не мог ходить, двигать рукой и разговаривать. Благотворители эвакуировали ребенка в Италию и там сделали операцию, которую его отец сейчас называет чудом. Первое, о чем я прошу Кирилла, познакомившись, пошевелить пальцами. Пальчики покажите. Пальчики, да. Разыкни. До недавнего времени этого сделать не мог. Так же, как ходить и говорить. Его, прикованного к кровати, отец кормил из ложки. Такое с мальчиком сделали российские войска. Его дом в Харькове обстреляли в начале марта. Вчера в 23 часа ночи нас начала бомбить российская артиллерия. Вот последствия вы прекрасно видите сами. Это его дом и подъезд. Когда начался обстрел, они с мамой и двоюродным братом как раз выбегали к укрытию. Не успели. Женщину убило сразу. Вот, от человека что осталось. Вот, смотрите. А вот девушка лежит. Ей было 36 лет. Зовали ее Женя. Мы уходим из подъезда. И белый свет. Свет. Просто мое тело я не чувствую его. Вот просто не чувствую. Цель репота походит. И все мое тело. Вот. Осколками. Из жен. Погибло тогда, в тот момент, 6 человек прямо возле нашего подъезда. Откуда они написали. Включая мою жену. Кирилла, маму. И погиб племянник еще. Дальше была больница. Когда меня увезли на каталке, то я как бы была экспонатом. Все вот так вот на меня люди смотрели. Мальчика прооперировали. Осколки вытащили. Несколько недель он шел на поправку. А затем неожиданно инсульт. Просто сидел дома и начал клониться на бок. И упал. И его перестал разговаривать. И не увидели этот осколок, который на кольце у него в шее. Потребовалась еще одна сложная операция. Под постоянными обстрелами в Харькове такого сделать не могли. Быстро эвакуировали ребенка из Харькова. Прямо из-под обстрелов. Алла, глава благотворительного фонда, который взялся вывезти Кирилла на лечение за границу. Сначала реанимобилем в Польшу. Дальше спецсамолетом в Италию. В городе Падуа Кирилла прооперировали. В целом благотворительный фонд эвакуировал так более 300 детей из разных уголков Украины. Когда надежды на спасение почти не было. Например, в городе Буча врач единственный был. Нейрохирург, который спасал этих детей. Которых ему просто приносили родители на руках. Где скорые не доезжали и не имели возможности детей эвакуировать из этих завалов. И там, где их просто расстреливали. То, что сейчас его сын возвращается к жизни, отец называет просто. Это просто чудо. Других слов нет. Вернуться в Украину мальчик хочет. Но еще больно после пережитого. Что это? Ванна закончилась? То да. Теперь, когда они остались вдвоем, учатся жить заново. Мы вспоминаем маму. Вот он рядом сидит. Раньше я, наверное, вряд ли такое что-то могу сказать. А сейчас мы ее вспоминаем очень хорошо. Очень хочется, чтобы это все закончилось. И победа Украины, естественно. А иначе и быть не может. Всего, по данным Офиса генпрокурора, от российской агрессии в Украине пострадали более тысячи детей. Почти семь сотен получили ранения. 358 детей погибли. Полина Спасенко. Специально для Марафона Freedom. На канале UA. А в Россию вернулся черный рынок валюты, сообщает издание «Эхо России». Официальные цифры Центробанка перестали иметь отношение к реальности из-за запрета на продажу наличных долларов и евро, ограничений на вывод денег из страны и, собственно, санкций. В результате, как 30 лет назад расцвели подпольные обменники и механизмы эвакуации денег с российских счетов. Чем это грозит в российской экономике? Что будет дальше, собственно, с рублем? И далее поговорим с Александром Смоловской, суслиноэкономистом, который присоединяется к нам в эфире. Александра, здравствуйте. 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 Итак, Александра, ну вот после удивительного подъема рубля, который мы наблюдали последние месяцы, тем не менее, точнее, укрепление, извините, да, я имел в виду подъема и укрепление. То есть сейчас наблюдается такое слегка заметное падение. То есть с чем, собственно, было связано предыдущие, скажем так, вот эти достижения, какими усилиями это достигло, собственно, Центробанк в личности Набиулиной. И вот как сейчас обстоят дела именно с рублем и отношение к валюте? Ну, смотрите, ситуация такая. Конечно, с событий, которые в России принято называть спецоперацией, ситуация в экономике очень сильно пошатнулась. И как только начался такой вообще шухер, то все, кто только мог, поняли, что с рублем будет что-то неладное, и спрос на наличную валюту резко возрос. Курс доллара, мы видели, поднимался больше сотни, больше 150 рублей за доллар. Таким образом, понимая, что люди хотят эту валюту переложить рубли в доллары, спасти свои накопления и так далее, Центральный банк и правительство приняли решение ограничить свободное хождение доллара. То есть валюту купить было фактически нельзя. И более того, то, что даже можно было купить, нельзя было снять. То есть эти деньги ты мог приобрести, но воспользоваться ими ты никак не мог. Они фактически оставались замороженными на валютных счетах российских банков. Таким образом, искусственно спрос на наличную валюту был прекращен. А по закону спроса и предложения, когда у нас ограничивается спрос, то, к сожалению, люди хотят купить, но не могут. Таким образом, потребность в этих долларах стала снижаться. Технически же купить нельзя, ничего ты не можешь с ними сделать. И курс стал укрепляться. Плюс там были требования к обязательному продаже валютной выручки. В общем, все было сделано для того, чтобы доллары не уходили никуда вовне из банковской системы Российской Федерации, из резервов СТБ и так далее. И мы видели укрепление рубля. Но при этом надо понимать, что вот тот крепкий рубль, который был недолгое время, он вообще говоря никак не соотносился с той реальной экономической ситуацией, которая была. Вообще про российскую экономику сейчас очень сложно говорить, потому что, ну, если раньше она была хотя бы наподобие рыночной, да, то есть были какие-то механизмы, регулирующие спрос и предложение и равновесие, то сейчас настолько велико вмешательство государственной экономики, что говорить о каких-то четких закономерностях, таких экономически-теоретических, да, уже невозможно. И поэтому после вот этого вмешательства с ограничением курса, курс был абсолютно нереально завышен. Потом потихонечку начались ослабления, да, когда в России, в принципе, очень крепкий рубль невыгоден, да, всегда так, очень крепкая валюта, искусственно, не соответствующая тому реальному равновесию, которая есть, которая сейчас не играет роль. Поэтому Центральный банк постепенно принимал решение о снятии ограничений, да, и курс потихонечку вернулся условно на довоенное какое-то равновесное положение. Но идея в чем? Что вернуться-то он вернулся, но свободное нахождение валюты до сих пор, в общем-то, толком не восстановлено. Если ты хочешь купить наличную валюту, купить это очень сложно, потому что ее практически нет. Банки ее не продают, ну или там продают в каком-то очень ограниченном количестве, и по курсу, который сильно завышен. Потому что, естественно, как любой экономический агент, банки прежде всего хотят заработать. И если есть большой спрос на наличную валюту, то зачем ее продавать дешево, если ее можно продавать дороже. Поэтому даже когда у нас есть какой-то более-менее адекватный, формальный, официальный курс, это не означает, что ты купишь доллары, если ты их найдешь по этой самой цене. Ты купишь их гораздо дороже. Да, официально какие операции с валютой сейчас разрешены в России? То есть, да, купить, я так понимаю, что юридически можно, то есть это разрешено, но физически их просто нет. И там какие-то депозитные вклады, возможно, там... Да, пожалуйста, можно сделать депозитные вклады. Пожалуйста, можете купить... В онлайн-приложении практически всех банков есть возможность купить безналичные доллары. Но ты не можешь их снять, ты не можешь ими расплатиться, потому что Россия отключена от всех международных свифтовых операций. Мы не можем воспользоваться, да? Мы не можем купить что-то за границей, расплатившись российским валютным счетом. Ничего не можем сделать. Соответственно, ну что, тут ты купил, предположим, эти доллары. Ты можешь их купить по низкому курсу, по высокому курсу, но они у тебя формально лежат, просто лежат на валютном счете, ты ничего не можешь с ними делать. Снять ты их не можешь. Вывести за границу ты их тоже не можешь. Ну, может быть, можешь, но не в каждом банке. То есть есть банки, которые попали под санкции, и если у тебя долларовый депозит там, то это намертво. То есть фактически считаешь, что у тебя их нет. Потому что, ну, вот так, да. Если у тебя лежат доллары в каком-то банке, который не попал под санкции, или пока не попал под санкции, то в теории ты можешь что-то сделать с этими долларами. Например, перевести на свой зарубежный счет, не говоря, что у тебя есть, а это не у всех. Но при этом банки тоже не будь идиоты, вот они тут же ввели безумные комиссии за хранение валютных депозитов, счетов и так далее. То есть если раньше банк хотел взять твои деньги и предлагал тебе, боролся за твои деньги, и предлагал тебе какой-то процент за то, что твои деньги у него полежат, теперь наоборот. Если у тебя лежат деньги в банке в валюте, он с тебя берет комиссию за то, что он держит твои валютные накопления. Вот, сами понимаете, это не очень важно. В результате всего этого в России сейчас активно процветает теневой рынок обмена валют. Об этом пишут, например, журналисты The Insider. Только теперь изменилась технология. Теперь не надо идти на рынок, искать менял на углу, а можно зайти в интернет и там все это провести, все эти оборудки. Как это работает? Как это устроено сейчас там? Как это устроено? На самом деле это точно так же, как идти на рынок и искать менял. Только ты ищешь их не физически, заглядывая в подворотни, а ты находишь сайты, какие-то группы в Телеграме, которые, в общем-то, позволяют тебе сделать ту операцию, которую ты хочешь. Но вы должны понимать, и, собственно, все это понимают, что это огромный риск, да, потому что тут кого ты нашел, обманут тебя, не обманут тебя. Сейчас же технологии сильно шагнули вперед. Многие люди, у которых действительно большие накопления, которые пытаются их как-то спасти или вывести, прибегают к всяким блокчейн-технологиям, пытаются через криптовалюту. То есть это всегда была такая, знаете, такая пограничная темная зона, да. То есть только если ты в этом очень хорошо разбираешься, туда надо соваться. Простому гражданину, пусть он даже вскопил какие-то средства и хочет спасти, не так-то просто понять, с кем связываться, с кем не связываться, кому доверять, какие биржи, какие там выводы, кто-то переводит через тур, то есть с тремя, с четырьмя конвертациями. То есть это надо быть профессионалом в таком очень узком финансовом вопросе для того, чтобы этим пользоваться. Обычный человек просто с большой вероятностью напорится на мошенника, который заберет у него то, что тот хочет поменять, и ничего ему в ответ не даст. И, собственно, никакие правоохранительные органы не будут в это вообще посвящены, потому что вообще, говорят, такие операции не закон. То есть любой серый или черный рынок, это всегда опасно. Ну вот там, кроме таких сложных операций, там в этой статье за инсайдера пишется, что просто люди, например, грубо говоря, у меня есть доллары, я продаю другому человеку, человеку нужны доллары, он у меня их покупает. То есть вот просто между людьми такие происходят операции. Да, это безусловно, конечно, так. Но, как вы понимаете, вероятность того, что вам заплатят неподдельными долларами, есть. Вот вам нужны доллары. И вы говорите, я хочу купить, мне нужно 2000 долларов, там перевести кому-нибудь. Вам говорят, да, да, я вот или по хорошему курсу продам. Ну, он продает, вы встречаетесь, он продает, или вы ему на карточку скидываете рубли, он вам дает наличный доллар, а потом оказывает что-то фальшиво. И что вы будете делать? И это сплошь и рядом. То есть честность, это такой товар, самый ценный в наше время. Может быть, только какие-то сарафанные радио, какое-то доверие работает в этом случае. А вот так вот просто кому-то, непонятному человеку, вот так пойти обменять, ну, это надо очень быть таким, ну, либо легкомысленным, либо доверчивым. Да, ну, и учитывая, что это все незаконно, то есть занимаются ли российские правоохранители вот попыткой там отлова таких вот дельцов, да, то есть опять-таки, можно же на живца, например, тоже там есть у них разные схемы, вот, но тем не менее, либо они сами, как говорится, в доле. Это я не могу сказать. Знаете, к сожалению, тут невозможно. И статистики никакой нет, а даже если есть, она вряд ли будет публичной. Как вы знаете, у нас сейчас статистику в основном все прикрыли, даже та, что раньше была официальная, сейчас ее надо доставать большим-большим трудом. Вот о том, что вы говорили, что можно вывезти, да, не все банки разрешают вывезти. Вот есть такая схема, вот киргизская служба радио «Свободы», в частности, пишет о том, что с начала войны в Украине суммы переводов из России в страны Центральной Азии существенно возросли, то есть вырос перевод денег, вот россияне фактически там вывозят рубли в Киргизстан условный, да, там меняют на доллары, и с долларами вот так вот возвращаются в Россию. То есть, ну, насколько такая схема вообще имеет право на жизнь? Реально ли она? Ну, наверное, если кто-то так делает, такая схема существует, надо понимать, что наши правоохранительные органы, особенно сейчас, они очень жестко за этим следят. И как только появляется какое-то окошко, через какое-то время это окошко прикрывает. Все же прекрасно понимают, что народ пытается каким-то образом спасти сбережения. Поэтому одно время, да, очень было популярно, все ездили, я боюсь соврать, в Казахстан, в Армению, в Киргизию, пытались открывать там валютные счета, потом переводили рубли, потом с этих рублевых, с этих уже как бы СНГшных счетов пытались перевести куда-то за границу и так далее. Потому что, вы сами подумайте, возвращать переведенные доллары в Россию смысла нет, ты их не снимешь в России. То есть, если ты вывел уже такие рубли куда-то из России и купил там доллары, то переводить надо на какой-то долларовый счет в странах, ну, не знаю, в развитых, вы правили там где. То есть, возвращать в Россию смысла нет. Такой смысл. Вот. Поэтому, тут люди столкнулись с другими сложностями. Ну, да, предположим, в Киргизию ты вывела, дальше ты хочешь в Киргизию куда-то еще перевести, где надежная банковская система. Но Россия же под санкциями и в банках тоже не идиоты сидят. Они прекрасно понимают, что ага, это идут российские деньги просто через армянский банк или через Киргизский банк или через казахский банк. И стали просто блокировать эти платежи. То есть, у кого-то доходит, и эти люди распускают такой слух, что, да, не проблема, мы легко перевели. Ну, а минимум половины не проходят. И они в ужасе, потому что деньги зависают где-то между разными банковскими системами. Часто это последние деньги или единственные скопленные. И как их вернуть хотя бы обратно даже в рубли, чтобы вообще не потерять. тоже начинается такая сестоплязка. Поэтому есть способы, конечно, выводить денег. Вот сейчас центральный банк разрешил чуть ли не до миллиона долларов выводить на свои загранщита. Прекрасно. Во-первых, хочется порадоваться за тех людей, у которых есть такие суммы, чтобы их выводить. Но дальше начинается следующее. А это же должен быть банк-респондент, да, какой-то иностранный, который согласен принять такие суммы на свои счета от санкционного государства, которое себя плохо ведет. Ну и кто на это согласен? Практически никто. То есть кроме каких-то стран, ну, таких, которые тоже сами часто попадают под санкции, никто российскому капиталу в таких объемах особенно не рад. И сейчас службы безопасности проверяют вот все, буквально каждый пшик. Вот ты хочешь перевести какую-то сумму денег, ты должен привести все документы, откуда они у тебя, эти деньги в таком количестве произошли. Там, например, если ты продал квартиру, у тебя есть договор купли-продажи. Ну ладно, они скажут, ну хорошо, мы видим, ты продал квартиру, это вот деньги. А если ты каждый день или каждый месяц хочешь выводить по миллиону долларов, то иди, значит, попытайся объяснить, откуда у тебя физического лица какие-то суммы. Так что тут очень непросто сейчас стало с финансовыми вот этими операциями. А вот, кстати, российские СМИ пишут, что сейчас в России вырос такой интерес к китайскому юаню. Так ли это, что теперь россияне как бы хотят хранить свои сбережения в юанях, и это вот, я цитирую, российские СМИ альтернатива токсичным доллару и евро. Ну, понимаете, у нас так, российские СМИ называют долларо-токсичным и евро-токсичным, а юань, значит, не токсичным. Но при этом они забывают самое важное. Зачем? Почему, если россияне такие прям патриоты и всякое такое, зачем они, почему они не хранят рубля? Зачем им другая валюта? Вот, и поэтому, как вы не называете токсичными другие валюты, но если даже юань сейчас воспринимается как нечто более надежное, твердое, то, наверное, это повод задуматься, что же такое нехорошее происходит с рублем, что в нем никто не хочет хранить и рассматривать все возможные варианты хранения в иных валютах. Ну вот, почему-то дальше эти два плюс два сложить российские СМИ многие не могут, и поэтому ну и понятно, что все сейчас находятся под очень большим давлением и должны писать то, что должны писать. Понятно, спасибо вам большое. Александра Осмоловская-Суслина, экономист, была с нами в прямом эфире. Спасибо, всего доброго. До свидания. Следующая новость. В списках поступающих в российские вузы засекретили данные детей участников войны в Украине, сообщает российская газета Коммерсант, а в этом году они получили льготы при поступлении в вузах и выделили специальную квоту 10% от общего числа бюджетных мест. Дети раненых или погибших военных могут поступать в этом году без экзаменов, а дети действующих военных могут быть зачислены с невысокими баллами ЕГЭ или смогут пересдать экзамен. В зависимости от университета все поступающие идентифицируются по фамилии, имени, отчеству или номеру индивидуального страхования, и эти данные находятся в открытом доступе. Но детям, участникам войны присвоен специальный номер, а их персональные данные скрыты. Как пояснили в вузах, такого требования Миноборнауки. Из каких соображений принято такое решение ведомстве изданию не объяснили. Один из собеседников издания Коммерсант приемной комиссии неназванного вуза предположил, что данные скрыты, чтобы по ним нельзя было вычислить информацию о родственниках абитуриентов, принимающих участие в боевых действиях? Ну, как бы, с одной стороны, инициатива неплохая, в Украине тоже есть льготы для детей, участников и АТО, как раньше было, и сейчас войны на Донбассе. Здесь ничего, как бы, плохого в самой инициативе нет. Но то, что в России засекречены эти данные, то тут тоже о чем-то говорит. Возможно, чтобы в обществе не было излишнего резонанса, не было обсуждения, не было, не знаю, какие еще могут быть варианты, чтобы этих детей не преследовали? Да, очевидно, это тоже играет роль, потому что, если известно, что вот он студент, который там, или ученик, который там, родственник военного, ну да, очевидно, какие-то там на него будут оказываться и давления, и даже среди одноклассников, однокурсников, потому что, ну, всегда же не любят, грубо говоря, тех, кто как-то там по-легкому все сдал, по-легкому оформился, и так далее, то есть, даже в этом, ну, как бы, возможно, какие-то и антивоенные, не знаю, проявления. Ну, в Украине все эти данные открыты, на самом деле, ты можешь узнать, кто как прошел по каким годам, в России другая история. Очевидно, там есть что скрывать, и, возможно, здесь тоже вот что-то похожее, история. Ну, мы продолжаем наш эфир и сменим тему, в частности, вот такая есть новость, новый глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия выходит из проекта Международной космической станции после 2024 года. На эту новость основатель SpaceX Илон Макс отреагировал в Твиттере короткой фразой «Бон Ваяж», то есть «Счастливого пути». Ну, а поскольку его извечный оппонент в России Дмитрий Рогозин уже не глава Роскосмоса, его три недели тому сняли с должности, смешно ответить на извительные комментарии Илона Маска оказалось некому. Ну, вот космическую тему мы далее продолжим с нашим следующим гостем Виталием Егоровым, популяризатором космонавтики. Виталий, здравствуйте. 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 Итак, Виталий, ну вот это заявление о том, что Россия выходит из проекта МКС в 2024 году, то есть это как бы реальный шаг? Или Россия в очередной раз пытается запугать, показать Западу, в частности НАСА, что вот мы уйдем, а вы без нас ничего не сможете, поскольку, да, Россия действительно какую-то важную миссию выполняла на это МКС среди всех пяти участников? Да, Россия такую миссию выполняет и в ближайшие годы будет продолжать выполнять. Ну и Борисов он сказал все-таки после 2024 года, а в общем-то 3000 год тоже идет после 2024, поэтому это такое заявление на самом деле с неуказанной датой. Но понятно, что где-то вот после 2024 года это ориентиж с космоса, с которого он будет двигаться в такую практическую независимость, то есть там закрывать какие-то элементы работы на станции, переводить финансирование уже на следующее направление, которое вот называется российская орбитальная служебная станция, и это такой знак для международных партнеров, что вот надо рассчитывать с этого времени работать без Роскосмоса. Хотя нас заинтересовано в том, чтобы продолжать работу с Роскосмосом, но сейчас политические мотивы между космическими агентствами, прежде всего со стороны Роскосмоса, оказываются приоритетнее, чем вопросы науки, техники или идеи международного сотрудничества. Виталий, ну вот в частности, да, вот эти призывы, скажем так, заявления, возможно, они имеют под собой какую-то реальную подоплеку, потому что та же МКС, она, если не ошибаюсь, в принципе, была изначально, ну и даже не изначально, а изначально до 2010 года, по-моему, она должна была действовать, да, там потом ее опять продлили до 2024 года, то есть вот США сказала, НАСА сказала, что до 2030 года мы еще планируем, то есть как бы, ну как-то даже чисто технически станция уже изжила, что называется, себя. Конечно, что-то устаревает, но как раз станция, где работают люди, в том ее и сила, что можно ремонтировать, можно заменять элементы и здесь какой-то критической угрозы, которая наступит в 2024 году, на самом деле нет. Роскосмос заинтересован демонстрировать вот там трещины на МКС, говорить о том, что она уже выработала свой ресурс, но в действительности с технической точки зрения работа может продолжаться, и это, эти разговоры о том, что надо уезжать, надо строить новое, оно направлено именно на то, чтобы получить новые бюджеты на новую космическую станцию, потому что эти бюджеты будут больше, чем те средства, которые выделялись ранее. А вот эта новая космическая станция, которую Россия планирует построить, ее вообще возможно быстро так построить в условиях санкции, в условиях нынешней ситуации? Россия ограничена во всех международных каких-то поставках, комплектующих, высокоточных, не говоря уже о космосе. Реально вот эти планы России на строительство такой станции автономной своей? Ну Россия здесь ориентируется на опыт Советского Союза, который тоже был под санкциями и все-таки строил все самостоятельно, ну или там с каким-то небольшим международным вовлечением. И Россия надеется, Роскосмос уверен, что у него получится. Хотя мне кажется, здесь тоже не совсем у них адекватно представление о том, что реально можно, потому что пришли новые санкции, пришли новые проблемы, и насколько их реально удастся решить в обозначенные сроки, сейчас, наверное, никто вообще не скажет. Но, конечно, начальству наверх докладывают, да, мы можем, давайте разгоним американцев. А вот если Россия уйдет с МКС, МКС может существовать автономно без России? В настоящий момент автономность без России невозможна. Эта задача закладывалась, такая необходимость или такое условие закладывалась на этапе строительства станции. И сейчас, вот до 22-го, до 24-го года, однозначно уход России будет повлечет за собой там закрытие или заморозку станции, потому что без нее она не сможет работать. Но у партнеров есть возможность закрыть эту потребность, потому что есть время. Технически они способны это делать, тот же Илон Маск что-нибудь может придумать. Поэтому время есть, и я думаю, сейчас в НАСА как раз этим вопросом и занимаются. Ну, если Россия в одиночку не потянет, грубо говоря, вот эту вот свою автономную, да, независимую станцию, возможно, там они планируют как-то в этом плане сблизиться с Китаем, который очень активно последние годы именно в космической сфере развивается, то есть либо Китаю это будет, грубо говоря, неинтересно. Китаю действительно это малоинтересно, потому что у него своя собственная очень уже развитая космическая программа, пилотируемая станция, и по сути вот ту станцию, которую Роскосмос мечтает построить к 2030 году, такая станция у Китая своя уже есть. Причем она располагается на орбите, которая выгодна Китаю, и невыгодна России, то есть российские корабли на существующих ракетах не способны долететь до китайской космической станции. То есть Китай, когда закладывал эту идею и стратегию развития самостоятельного в космосе, он изначально знал, что Роскосмос к нему не полетит, что не будет такой возможности. То есть у Китая космонавтика ориентирована прежде всего на интересы Китая. Если Роскосмос хочет, чтобы наши космонавты оказались на китайской станции, ну придется купить им билет до Пекина и подготовить полет, сесть в китайский космический корабль, полететь с китайского космодрома. То есть то, что в советские годы с советской космической станции совершали представители других стран, Болгарии, Венгрии, Монголии и других. То есть такой гостевой полет по доброте душевной. И сейчас Китай готов такое совершать, предоставлять такие возможности европейцам и россиянам, но у европейцев своего пилотируемого корабля нет, поэтому для них это было бы проще, с моральной точки зрения сказать. А у Роскосмоса все вроде бы свое, но если он хочет летать к Китаю, к китайцам на станцию, он будет вынужден пользоваться возможностями только теми, которые дает Китай. Поэтому Роскосмос был бы рад сотрудничать с Китаем, но у Китая на это свои взгляды. Виталий, ну вот недавнее назначение Юрия Борисова на должность главы Роскосмоса вместо одиозного, скажем так, уже Дмитрия Рогозина. Вот пойдет ли оно на пользу этому собственно Роскосмосу, потому что Рогозина за вот эти четыре года, когда он руководил, уже там успели окрести чуть ли не гробовщиком российской космонавтики? Ну, про смерть российской космонавтики слухи явно преувеличены, а вот Рогозин, я не думаю, что сейчас что-то Борисов сможет изменить, но по крайней мере он резко сократит степень маразма, в котором Роскосмос общался с представителями иностранных государств и своими собственными партнерами по космической отрасли. Вот то, что нес Дмитрий Рогозин особенно последние полгода, это просто катастрофа для перспектив дальнейшего международного сотрудничества в интересах российской космонавтики или там между российской космонавтикой и другими странами, потому что даже когда с европейцами отношения были еще безоблачные и там еще до начала специальной военной операции, все это время или там в какие-то моменты Рогозин не упускал возможности пнуть европейских партнеров. А когда началась война, тогда все стало вообще плохо и его просто понесло очень далеко и очень эмоционально. И я думаю, во многом из-за этого его и сняли. Но причины замены такой мы на самом деле не знаем. Виталий, не можем вас не спросить о недавнем видео, которое появилось, где российский космонавт в космосе, в окружении икон, там портреты Гагарина, Циолковского. Это вообще что такое? Это как вообще понимать, называть и воспринимать? Ну, это скрепы. У нас две такие крупные скрепы остались. 9 мая и 12 апреля. И вот стараниями как раз Рогозина подобные вещи пытались совмещать, когда там запускали Знамя Победы, выносили его в космос. Пилотируемая космонавтика, она в принципе имеет большое пропагандистское значение. Но если там американцы пропагандистскую значение вот именно космоса используют больше там для пропаганды научного взгляда, образа жизни, ну и наверное американского образа жизни в том числе, наши используют космос, вот начали использовать стараниями того же Рогозина, начали использовать космонавтику пилотируемую вот в таком очень топорном и грубом выражении политической пропаганды, что вот смотрите, вот наши скрепы, иконы, значит, победа и космос. Отчасти это решение Рогозина было таким вынужденным, то есть он таким образом пытался повысить востребованность нашей космонавтики у нашего правительства, потому что реально там отношение, которое было к космонавтике в Советском Союзе и в нынешней Российской Федерации, оно очень сильно отличается, тогда космос был вот иконой действительно, и это приводило к тому, что он довольно активно и финансировался, а сейчас такого нет, и Роскосмос, пытаясь впрямую вытаскивать иконы в эфир, он пытался или пытается вернуть вот это значение космонавтики как такого средства для моральной поддержки граждан России и для демонстрации вот как раз российского образа жизни, российских ценностей для мировой аудитории, что вот смотрите, мы летаем в космосе, мы крутые, а вот почему мы крутые, смотрите наши иконы. Виталий, ну вот много говорится о последствиях там начала войны полномасштабной для российской экономики, для населения, ну вот как повлияет и как уже возможно повлияло на российский космический собственно вот этот большой проект собственно сама война, то есть многие проекты пришлось там как-то закрыть или там международные в частности опять-таки учитывая вот эту напряженную ситуацию, то есть что уже пострадало, какие проекты, какие там начинания, возможно какие-то там далеко идущие. Ну здесь несколько направлений, прежде всего коммерческая космонавтика, практические перспективы как-то заработать Роскосмоса на международном рынке сейчас в настоящий момент упали до нуля, там в ближайшие годы может быть что-то получится восстановить за счет каких-то заказчиков из Азии, которых не так серьезно на них влияют американские санкции, но все равно спрос на наши ракеты в настоящее время вот где-то там близок дна морского если говорить про другие серьезные такой серьезный ущерб был нанесен американскими санкциями на космическую электронику или на электронику которую можно применять в космосе причем не только американскую но например тайваньскую и третье направление это научный космос это вот тема которая мне наиболее интересна и которая наиболее пострадала от всего этого практически все международные взаимоотношения между странами оборвались особенно с Европой все в лучшем случае заморожено в худшем просто люди развернулись и ушли и это большая боль потому что ранее Роскосмос и вообще российская космонавтика она вносила ну не сказать что такой серьезный но значимый заметный вклад в исследование космоса в исследование солнечной системы в исследование вселенной и все это работало в международном партнерстве и сейчас все это оборвалось конечно и вот все вместе приводит к тому что по сути вот эта война она ведется не только России против Украины но и России против Роскосмоса потому что реально потери очень серьезные что в наименьшей степени пострадало это ракетостроение Роскосмос 20 лет критиковали что он летает на ракетах Сергея Королева там конечно они модернизированы но все-таки а сейчас это оказалась его сила потому что когда накрыли санкции оказалось что советская техника может летать и без санкций ну просто потому что она в таких же условиях производилась и вот по части ракет все очень плохо по части космических доходов все на нуле с наукой тоже близко к этому состоянию и даже если все закончится и наступит мир нам восстанавливать отношение мира к нашей космонавтике придется ну наверное десятилетия спасибо Виталий Виталий Егоров популяризатор космонавтики был с нами на связи спасибо вам еще раз и всего доброго спасибо да до свидания мы говорили о будущем российского космоса возможно ли оно в принципе в нынешней всей ситуации ну и о том останется ли Россия на МКС международной космической станции ну пока как и у всего у российского космоса и космонавтики тоже призрачные пока перспективы пока будет Кремль вести войну в Украине вся Россия будет под санкциями все сферы все области все какие-то части экономики и вообще бизнесы промышленности все будут страдать да безусловно то есть и опять-таки космонавтика используется Россией вот как элемент пропаганды да тоже как вот сказал Виталий Егоров то есть для демонстрации просто вот каких-то вот этих вот духовных скреп и прочих-прочих вещей вместо того чтобы действительно проводить какие-то научные исследования то есть по факту вот сейчас Россия теми же угрозами уходом из МКС хочет показать свою силу да ну а я напомню чтобы вы подписывались на наш телеграм-канал Freedom для этого просто наведите камеру вашего смартфона на QR-код который видите на экране и первыми узнавайте самые важные новости о ситуации в Украине если вы смотрите нас в YouTube то ссылка в описании ну а на этом наш эфир подходит к концу далее его продолжат наши коллеги из 1 плюс 1 медиа среди их тем выпуска доказательств достаточно пытки теракт против украинских военнопленных как отреагирует ООН и Красный Крест в тылу на суше и на море Украина усиливает давление на врага на южном направлении Джихад Кадырову как чеченцы готовятся воевать за независимость своей территории эфир Freedom продолжат ведущие Александр Преподобный и Катерина Нестеренко ну а мы прощаемся с вами и желаем всего хорошего всего доброго до свидания